Всем привет! Сегодня у нас очередная лекция по поиску. И тема нашего сегодняшнего занятия — это обучение ранжированию. Собственно, методы машинного обучения ранжирования, проблемы, которые есть в задачах машинного обучения ранжирования. В общем, про это все мы сегодня будем говорить. У нас, значит, будут две большие темы. Это непосредственно задача машинного обучения ранжированию, методы, подходы к решению этой задачи. И, соответственно, в качестве бонус-трека сегодня пойдет активное обучение ранжированию. Давайте потихоньку начнем. Итак, для начала давайте ответим с вами на такой вопрос. Что такое хороший поиск? Значит, соответственно, хороший поиск — это… На этот вопрос можно сменить с разных точек зрения. Во-первых, это может быть… Ну, с точки зрения пользователя, это, скорее всего, поиск, который находит релевантные документы. То есть те документы, которые хочет видеть пользователь по своим запросам. Второй как бы критерий качества поиска — это, наверное, то, что такой поиск позволяет быстро искать. То есть если, условно говоря, вы, допустим, задаете свой запрос в поисковую систему, а поисковая система вам говорит, что вдруг я, типа, отвечу на твой запрос, там, ближе к новому году по смс, скорее всего, вы не захотите таким поиском больше пользоваться и, там, пойдете в другие альтернативные поисковые системы искать. Значит, третий пункт — это не находит всякий бред. Очевидно, вы не хотите, чтобы, там, на ваш запрос поиск возвращал какие-то спам-страницы, какие-то страницы нежелательного содержания, может быть, там, порно-контент, еще что-нибудь. В общем, вы хотите, чтобы то содержание, которое поиск вам возвращает, оно, соответственно, было для вас приемлемо. Поиск, которым хочется пользоваться. Здесь речь идет о, как бы, пользовательском интерфейсе, о том, чтобы этот интерфейс был интуитивно понятным, о том, чтобы им было легко и приятно пользоваться, чтобы это все радовало глаз и так далее. Вот. Если посмотреть со стороны таких людей, как веб-мастера или SEO-оптимизаторы, то хорошим поиском они считают тот поиск, который позволяет, скажем так, продвигать их собственные сайты в таких поисковых системах, продвигать, соответственно, те услуги, которые они продают, и на этом, собственно, зарабатывать деньги. Вот. Ну и с точки зрения, как бы, разработчиков поисковых систем, хороший поиск — это тот поиск, который приносит деньги. Если у вас, как бы, поиск денег не приносит, скорее всего, вы не будете заниматься этой задачей. Вот. Давайте теперь поговорим немножко про качество ранжирования. Значит, вообще говоря, качество поиска и качество ранжирования — это вещи очень сильно скоррелированные. То есть кто, как вы меряете качество ранжирования вашей поисковой системы, оно, собственно, в конечном итоге во многом и определяет качество поиска. Есть такой, как бы, философский принцип, да, если вы что-то не можете измерить, вы не можете это улучшить. То есть для того, чтобы нам определиться с тем, каким образом мы будем решать задачу машинного обучения ранжированию, нам надо для начала выбрать какую-то метрику, по которой мы будем, значит, это все измерять, и по которой мы будем что-то оптимизировать. Ну, соответственно, вот если уже говорить непосредственно про качество ранжирования и про то, от чего оно в современных поисковых системах зависит, в первую очередь оно зависит, там, как бы, от оценки качества поиска, то есть от той метрики, которую вы выбираете в качестве, как бы, целевой. Дальше, соответственно, остальные три пункта, они касаются уже непосредственно системы машинного обучения. То есть, причем это выстроено именно в порядке того, насколько каждый из этих факторов имеет важность для конечного результата. То есть, во-первых, это способ построения обучающего множества, то есть на каких примерах вы обучаетесь, какие там запросы вы берете в обучающем множество, какие документы и так далее. Соответственно, следующий фактор, ну, следующий, как бы, фактор – это те фичи, которые вы используете для ранжирования, те сигналы, которые у вас отличают, как бы, хорошие документы от плохих. Ну, и последний пункт уже – это непосредственно алгоритм машинного обучения, который вам возвращает некоторую чиселку, по которому вы в итоге сортируете свою выдачу. Итак, как же у нас формально выглядит задача аранжирования? У нас есть множество запросов Q, и каждому запросу Q соответствует некоторый набор документов, там, типа D1, D2, там, в общем случае, сколько угодно. Вот, соответственно, наша задача состоит в том, чтобы для каждой пары запрос документ научиться оценивать релевантность. То есть, возвращать такую чиселку, скажем так, такое число, которое для хороших документов было бы большое, ну, то есть для хороших документов по запросу, для плохих документов эта чиселка была бы меньше. Ну, то есть, и нужно понимать, что такие оценки, они будут сравнимы только в рамках одного запроса. То есть мы не можем, например, взять оценить один документ по одному запросу, взять оценить другой документ по другому запросу и говорить, что вот именно документ, там, например, D2 лучше, чем документ D1. То есть нет, все сравнение у нас проходит именно в контексте какого-то запроса. И вот в этом, как бы, во многом задач аранжирования она отличается от классических традиционных задач машинного обучения, которые вы там рассматривали обычно. То есть это классификация и регрессия. При этом чаще всего откуда берутся вот это самое обучающее множество. То есть в каждой поисковой системе есть какая-то инструкция асессоров. То есть это свод правил, по которому, ну, условно говоря, каждый асессор руководствуется для оценки пары запрос-документ. То есть вот традиционно, как бы, применяется пятибальная система. То есть для наиболее релевантных результатов, ну, например, там, по запросу ВКонтакте, результаты ВК.ком — это будет, там, типа, пятерка. Википедия ВКонтакте — это, типа, будет четверка. Ну, соответственно, там, какие-то, возможно, новости про ВКонтакте, они будут иметь, там, оценку 3. Ну, все остальное, скорее всего, будет, там, иметь оценки 2 и 1. Ну, то есть вот такая, достаточно, типа, простая шкала и оценка. То есть пятибальная система применяется. Вот. Соответственно, при этом нужно понимать, что пятерки, они проставляются только для каких-то обязательных страниц. То есть это вот, как я привел пример, там, типа, с ВК.ком по запросу ВКонтакте. Вот. То есть нужно понимать, что есть запросы, по которым, в принципе, не может быть оценки 5. То есть, ну, например, там, фильмы 2016. Ну, то есть не может быть какой-то обязательной страницы по этому запросу. Есть целая куча фильмов 2016 года, и, соответственно, там, каждому пользователю, в свою очередь, может быть интересен каждый, ну, какой-то конкретный фильм. То есть нет какой-то страницы, на которую, вот, обязательно все должны ломиться. Вот. Как-то так. Значит, после того, как у нас есть вот этот вот самый набор ассессорских оценок для наших пар запрос-документ, как нам оценить вообще качество поиска? Ну, то есть вам, на самом деле, про это уже должны были рассказывать на отдельной лекции, но мы здесь, условно говоря, немножко это вначале повторим. То есть имея, как бы, ассессорские оценки для пар запрос-документ, мы можем, как бы, оценить интегрально наше качество поиска, то есть по какому-то большому, значительному срезу запросов. То есть мы можем, соответственно, аранжирование документов перевести в последовательность чисел и дальше, соответственно, эти последовательности чисел каким-то образом оценить и по всем запросам усреднить. Вот. Соответственно, классическая мера качества поиска, которая там известна еще с каких-то там лохматых годов, называется Discounted Cumulative Gain, DCG. Соответственно, она как раз характеризует вот взвешенную оценку, условно говоря, нашего серпа в зависимости от того, насколько высоко мы ставим типа релевантные документы. Если мы ставим релевантные документы высоко, документы с большими оценками, соответственно, мы будем иметь эту меру более высокую. Если, соответственно, мы делаем наоборот, или у нас нету в серпе, в принципе, релевантных страниц, вот тогда, соответственно, эта мера будет низкой. Вот. Теперь, соответственно, возникает вопрос. Значит, вот мы с вами говорили, как устроено ранжирование поисковой системы в общем случае. То есть у нас есть некоторое статическое ранжирование, когда мы формируем свою базу. Дальше, когда у нас происходит запрос от пользователя, мы, соответственно, сначала выполняем какую-то фильтрацию предводительную, отсеивая самые нерелевантные результаты и выбирая кандидатов на следующие этапы ранжирования. И в итоге, соответственно, доходим до финального ранжирования. И на самом деле вот в современных поисковых системах именно на финальном ранжировании, ну, как бы применяются вот те самые методы машинного обучения, про которые у нас сегодня пойдет речь. То есть если раньше мы в основном как бы с вами оперировали и рассказывали про компоненты, которые связаны вот с этой частью, ну, вот в первом семестре у вас было, типа вот с этой частью мы говорили про нижнее ранжирование и там мы пробули в поиск, то сегодня нужно понимать, что мы уже будем говорить про финальное ранжирование непосредственно, про то, про, скажем так, самую сложную с вычислительной точки зрения как бы часть, которая оперирует наименьшим по множествам документов, то есть из как бы из наиболее релевантных кандидатов выбирает как бы тот самый топ-10 результатов, которые потом уже увидит пользователь. Вот. Соответственно, у нас схема классического ранжирования в поиске, она, когда мы говорили про BM25, она фактически выглядела следующим образом. Мы, соответственно, каким-то образом пытались для каждой пары запрос документ сопоставить какую-то чиселку, ну, на основании, там, вхождения количества слов, слов запросов в документ, там, возможно, учитывали какие-то пассажи, еще какие-то факторы дополнительные, вот. Но, тем не менее, мы работали как бы в парадигме такого, типа, ансупервайст обучения, то есть когда мы фактически пытались ручками задавать какие-то коэффициенты, пытались скомбинировать какие-то критерии, которые вроде как нам понятны вот именно с человеческой точки зрения, но никак ничего не оптимизировали в итоге. То есть ранжирование на основе машинного обучения предполагает, что вообще говоря, у нас в продакшене должна быть какая-то система с обратной связью, то есть мы должны уметь, условно говоря, отбирать из потока запросов какие-то запросы, которые мы будем в итоге отдавать асессорам на оценку, причем не только запросы, но и документы, то есть поскольку мы работаем именно в рамках пар запрос-документ. Дальше предполагается, что у нас есть некоторый внешний компонент, который это все дело обучает, вот. То есть и дальше, соответственно, после того, как у нас появляется уже машинно обученная формула, мы ее можем вставить в ранжирование и там, условно говоря, либо на оффлайн-метриках, либо на онлайн-метриках посмотреть, насколько лучше или хуже там типа наш поиск от этого становится. Какие факторы используются в современных поисковых системах? Ну, факторы традиционно принято делить по нескольким категориям. То есть можно, как бы, с одной стороны, по тематическим категориям на это все посмотреть. То есть, например, текстовые факторы. Что такое текстовые факторы? Ну, вот те классические примеры, которые мы с вами рассматривали на третьей лекции, то есть это факторы типа TF-IDF, типа ABM-25, типа всяких посаженных статистик. Это, условно говоря, как раз текстовые факторы. То, что вам рассказывал Дженни Чернов, то, что касается ссылок, то, что касается всяких пейджеранков, это линковые факторы. Причем к линковым факторам также относят текстовые факторы, которые вы, условно говоря, находите в интернетах для каких-то конкретных страничек. То есть вы знаете, да, что в интернетах бывает такая ситуация, что на страничке может, например, быть какой-то подсвеченный текст, нажав на который вы можете перейти на какую-то страничку. Вот на самом деле вот этот текст можно взять, соответственно, его тоже положить в базу и по нему тоже вполне себе искать. Ну, то есть выделить это в отдельную, например, зону документную и, соответственно, вот использовать это в качестве дополнительного ссылочного фактора. Дальше идут поведенческие факторы. Опять же, Женя вам про них рассказывал. Соответственно, это на текущий момент одни из самых таких жгущих факторов в поисковых системах. То есть если у вас много поведенческих данных, у вас все хорошо. Если у вас мало поведенческих данных, скорее всего, у вас не все хорошо. Вот, поэтому одна из, как бы, задач, которая вот тут вот есть, это, во-первых, разжиться этими поведенческими факторами. Вот, то есть многие поисковики, на самом деле, борются за рыночную долю не только потому, что, ну, как бы, это выгодно с точки зрения денег, но еще и потому, что чем больше у вас, как бы, поведенческой статистики, и чем больше у вас, как бы, людей на поиске, тем, на самом деле, больше у вас качества. Вот. Дальше идут социальные факторы. То есть это факторы, которые вы, по факту, можете там, ну, допустим, узнать из каких-то социальных профилей пользователя. То есть это, например, там, не знаю, полувозраст, про человека, например. То есть вы понимаете, вы можете про человека понять, грубо говоря, к какой он социально-демографической категории относится, и в зависимости от этого отформировать ему какую-то отдельную выдачу. Вот. Также, соответственно, к социальным факторам относятся, например, факторы, которые вы можете подтащить из соцсетей. То есть это, например, лайки, там, постов, там, решары постов из ВКонтакта, из Одноклассников, там, откуда-то оттуда. Временные факторы. То есть тоже, на самом деле, очень, как бы, важный набор факторов, который позволяет вам отделять, как бы, старые документы от новых. Ну, то есть, вот, фактически, есть у вас запрос, там, типа, Олимпиада. То, что, как бы, было у вас релевантно по запросу Олимпиада, там, в 14-м году, понятно дело, что в 16-м году оно уже будет не очень релевантно. И, соответственно, как вы можете, вот, отделять, там, не знаю, страницы про Олимпиаду в Рио от страниц, там, про Олимпиаду в Сочи, если вот у вас просто запрос Олимпиада. И там, и там Олимпиады, как бы, ну, то есть, ок-ок. То есть, с точки зрения, как бы, вот, формальных каких-то текстовых факторов, то есть, все вхождения есть, как бы, одно вот слово, все хорошо. Но вот почему мы, как бы, должны в 14-м году показывать Олимпиаду, там, типа, в Сочи, а в 16-м году Олимпиаду в Рио? Это дело, что, как бы, то есть, очень большую часть мы можем вытащить за счет поведенческих данных, ну, то есть, условно говоря, посмотреть, там, куда люди кликают, и в зависимости от этого выбрать, что показывают Олимпиаду в Рио или Олимпиаду в Сочи. Но, условно говоря, если у нас запрос какой-то более сложный, там, поведенческой статистики недостаточно, мы можем, как бы, оперировать как раз временными факторами. Ну, опять же, всякие запросы, там, типа, про новость, там, не дай бог, там, пожар какой-нибудь или еще что-нибудь. То есть, мы можем посмотреть, на самом деле, на дату создания документа, особенно из быстрой части нашего поиска, выбрать оттуда какие-то документы, условно говоря, и показать их, поняв, что, вот, условно говоря, запрос про какое-то событие, которое могло произойти сейчас, если у нас, например, в быстрой части, как бы, поиска есть страницы, которые релевантны этим запросам, мы можем их, например, там, типа, подмешать в основной серпе. То есть, про то, как подмешивать свежие результаты в основной серп, и вообще, как что-то подмешивать в основной серп, это мы, на самом деле, с вами поговорим немножко в следующий раз на эту тему. Сегодня пока на каком-то таком интуитивном уровне вам, ну, достаточно понимать, что вот такая задача есть, и такие факторы, они, типа, используются. Вот. Другая классификация, как бы, факторов, которые существуют, она, соответственно, разделяет факторы по типу источника, по которым эти факторы считаются. Ну, то есть, очевидно, да, что мы можем факторы считать, например, по запросам, например, длина запроса в словах. Фактор, фактор. Вот. Соответственно, то же самое мы можем делать для документов, например, считать, там, не знаю, энтропию, тексты документа, длину документа в словах, там, и так далее. То есть, это какие-то такие факторы, которые, условно говоря, мы можем и для запроса, и документа, как бы, посчитать заранее. Вот. Самые, как бы, интересные и наиболее, ну, очевидно, жгущие факторы, которые имеют важное значение для поисковых систем и которые, например, инкапсулируют в себе одновременно и текстовые, и поведенческие. Это, например, вот документно-запросные факторы. То есть, это те факторы, которые мы, на самом деле, вынуждены как-то вычислять в динамике. То есть, когда вот он нам пришел запрос, у нас есть текст запроса, у нас есть текст документа, и нам надо вот именно в этот момент замачить одно с другим. И то, насколько хорошо мы это делаем, соответственно, позволяет нам, как бы, хорошо искать. Но нужно понимать здесь, конечно, что, то есть, документно-запросные факторы, за счет того, что их заранее, как бы, посчитать нельзя, то есть, они, конечно, ограничены в своей сложности. То есть, какие-то очень сложные вещи мы просто не можем делать за счет того, что нам нужно, вот, словно говоря, отвечать пользователю быстро. То есть, вспоминая тот самый первый слайд, который вам сегодня показывал, там, где написано, что такое хороший поиск. То есть, если мы не умеем все вот это делать быстро, и вот эти факторы, как бы, зачитывать быстро или рассчитывать быстро, то, соответственно, как бы, мы не можем такие факторы использовать вообще. Ну и, соответственно, то, что я сказал про документные и документно-запросные факторы, их, очевидно, можно еще агрегировать по хостам и считать, типа, сайтовые и сайтово-запросные факторы. Ну это тоже, типа, понятно. Вообще говоря, есть мнение, что для того, чтобы сделать, типа, скажем так, поисковую систему такого приемлемого качества, вам нужно, как бы, не менее сотни факторов, и у вас должны быть, в общем случае, быть учтены вот эти все, вот эти все, как бы, наборы факторов. То есть, если вы что-то из этого не используете, скорее всего, по какому-то срезу запросов у вас будет все плохо. Как-то так. Вопросы тут какие-то есть? Все понятно? Отлично. Теперь, соответственно, главный вопрос нашего сегодняшнего занятия. Итак, вот мы выбрали с вами некоторую меру, по которой мы будем оценивать качество поиска. Мера называется DCG. Отлично. Теперь вопрос. Как нам оптимизировать DCG? Вот мы хотим, чтобы вот эта штука росла, чтобы она была максимальна. У нас есть, соответственно, размеченный корпус из пар запрос-документ, который вот размечен асессорами. Там, значит, для каждой пары запрос-документ проставлена чиселка от единички до пятерки. Вопрос. Соответственно, вот мы хотим, мы с вами уже знаем дофига, как бы, методов машинного обучения, там, методов оптимизации. Вот, соответственно, мы хотим построить такую ранжирующую функцию, которая бы, ну, хотя бы на трейнсете у нас максимизировала бы вот эту вот самую меру. То есть не классические наши метрики, которые мы, соответственно, традиционно оптимизировали, там, не регрессию, там, не лог-лосс какой-то, вот, а именно непосредственно DCG. Вопрос. Как это сделать? И в чем тут проблема? Почему нельзя так просто взять и оптимизировать DCG? По-моему, они самые, что ни на есть, дискретные. На солнце непрерывные. Сейчас. Нам нужна именно непрерывная функция. Зачем нам непрерывные функции? Сейчас, ну, подождите. Вроде нет, она еще диференция. Да, 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 вот, Роман правильно говорит. То есть, нам надо так максимальскую, это хорошая, эти тысячи лет. Сейчас, ну, это да, но, вот, это все хорошо, да, вы правильно говорите, но давайте сейчас мы, чтобы все, как бы, понимали, о чем идти дры. Итак, в чем проблема у нас? Проблема в том, что вот эта штука, она заданная перестановка. Вот. В общем случае, как бы, что такое гладкая функция? Все понимают? Математический анализ у всех был. Ну, то есть, это фактически какие-то малые изменения, как бы, в данных приводят к малым изменениям функций. Вот. Что происходит тут? Вот мы взяли две соседние перестановки, например, поменяв два документа местами. У нас, как бы, скор может измениться драматически. Ну, то есть, например, у нас на первой позиции стояла единичка, на второй пятерка. Мы, соответственно, их пошафлили местами. То есть, пятерка теперь на первой позиции, единичка на второй. Насколько при этом изменится 10G? Довольно сильно. Но, насколько я помню, любую инверсию в перестановке можно представить в виде композиции инверсии элементов соседних позиций. И каждой такой инверсии мы, наверное, будем сопоставлять разницу между висами... Роман, нет, что-то космос, короче. Что-то не надо так делать, да? Не-не-не, смотрите, но... То есть, основная проблема, вот сейчас, которую мы определили, то, что вот эта функция, она отличается от всех тех функций, с которыми мы, как бы, встречались на текущий момент на дата-майнинге, тем, что мы не можем просто так взять и посчитать производную от этой штуки. Причем, ну, проблема именно в том, что вот здесь вот нету, как бы... Вот всем видно, что на самом деле вот в этой штуке нету явно нашей функции ранжирования. Ну, ее тут просто нету. Где вот там тот самый F от X, который у нас обычно в Лосе присутствует? Тут его нету. Почему? Потому что он, на самом деле, присутствует именно вот в этой сортировке, по которой считается вот эта штука. И поэтому, соответственно, если мы хотим что-то оптимизировать, нам нужно научиться выбирать такую перестановку, которая будет максить вот эту вот вещь. А выбор перестановки, он, в общем случае, конечно, там, производную по нему мы так просто взять и посчитать не можем. Поэтому, соответственно, люди придумали аж три подхода к тому, как можно это делать, как можно оптимизировать эту фигню. Итак, значит, первый подход, ну, точнее, первые два подхода, про которые мы сегодня будем говорить, про третий подход мы будем с вами говорить в следующий раз. Значит, первые два подхода, они состоят в следующем. Мы не будем оптимизировать вот эту штуку напрямую. Мы будем вводить некоторую гладкую аппроксимацию, ну, в общем случае, которая будет мажорировать вот эту вот единицу минус вот эту штуку. Ну, точнее, как? Мы будем не единицу минус вот эту штуку смотреть, мы будем брать единицу минус N10G. Ну, N10G вы тоже все знаете, что это такое. Типа это 10G, который, соответственно, у нас нормирован на максимальный 10G. То есть максимальный 10G — это тот, который ассортирован непосредственно по ассессорской релевантности. Вот. И оказывается, на самом деле, что если мажорировать вот единицу минус N10G какой-то функции, ну, условно говоря, нам сегодня будут предложены варианты мажорировать это либо при помощи регрессии, либо при помощи, условно говоря, более хитрой функции. Ну, ладно, мы сейчас до этого дойдем. Значит, вот. Сегодня мы будем говорить про два подхода, которые называются Pointwise, собственно, где мы будем пытаться в основном работать с предсказаниями ассессорских оценок, и с подходом, который называется Powerwise, который будет рассматривать пары документов в рамках одного запроса. То есть там будет предполагаться, что мы будем стараться минимизировать количество инверсий, количество неверно ранжированных пар. Вот. А Listwise, он, соответственно, предполагает оптимизацию всего ранжированного списка целиком, то есть максимизацию непосредственно 10G. Но для того, чтобы это сделать, надо, соответственно, сделать 10G гладкой. Вот про матаппарат, как сделать 10G гладкой, и, соответственно, про сложности, которые вокруг этого возникают, то мы поговорим в следующий раз. А сегодня как бы вот давайте с таких относительно простых вещей начнем. Да. Ну и, в общем, алгоритмов у нас, ранжирование, их достаточно дофига в общем случае. Вот. То есть мы с вами сегодня рассмотрим, наверное, штуки три разных. Вы поймете, на самом деле, основную идею, которую можно эксплуатировать для того, чтобы решать задачу ранжирования. Ну и, на самом деле, все эти методы, которые вы знаете из датамайнинга, то есть проэксплуатировав эти идеи, можно будет применять как бы и для решения задач ранжирования. Вот. Вообще говоря, то есть основной, основной как бы такой пик интереса и пик развития методов машинного обучения ранжирования, он как раз пришелся где-то на 2000-е года. То есть основные как бы статьи, основные методы как бы, то есть основные конкурсы, они как раз проходили где-то начиная типа с 2000-го года до 2010-го года. Ну, то есть это как бы относительно недавно, но и не сказать, что вот там в прошлом году. Так, давайте поговорим про Pointwise Approach. Значит, в чем идея? Давайте будем пытаться предсказывать, соответственно, непосредственно ассессорскую оценку. То есть есть работа, которая показывает на самом деле, что вот при помощи такого квадратичного лоса можно мажорировать ту самую меру, которую я вам сказал в начале, единица минус на 10G. Вводить мы это сейчас не будем, но условно говоря, поскольку мы понимаем, что та штука неотрицательная, эта штука тоже неотрицательная, если и она аппроксимирует то, что нам нужно оптимизировать, значит, соответственно, если мы будем минимизировать вот эту штуку, и та штука неотрицательна, значит, в общем случае, минимизируя это, мы будем минимизировать и то. Чудесно. Вот. Решая задачу регрессии. На самом деле, ну, то есть нужно понимать, что вот я, когда в свое время пришел в 11-м году в Mail.ru, значит, первое, с чего я начал, то есть у меня задача как бы была именно как раз запилить машинное обучение в ранжировании, первое, что я начал, это, соответственно, вот, начал пилить градиентный бустинг на, типа, среднеквадратичные ошибки, типа в попытке предсказать ассессорскую оценку. Ну, то есть любой поиск, на самом деле, когда он делает машинное обучение в ранжировании, он начинает именно с градиентного бустинга и оптимизации вот этого самого лоса. Вот. Причем нужно понимать, что на самом деле вот эта штука, она уже работает, причем работает неплохо. Вот. Там у нее есть ряд косяков, про которые мы сейчас поговорим отдельно, но нужно понимать, что даже вот в такой простой постановке, вот, минимизируя среднеквадратичную ошибку, пытаясь предсказать ассессорскую оценку, мы, в принципе, получаем уже, как бы, вполне себе качественно работающий алгоритм машинного обучения и ранжирования. Какие, значит, есть недостатки? Ну, значит, давайте сначала так. Вот эта штука, она, в принципе, позволяет вам достаточно просто отделять простые запросы от сложных. Ну, то есть, скорее всего, у вас по каким-то запросам, по которым у вас будет достаточно много статистики, там, например, поведенческой, и которые, например, будут недостаточно сложными с точки зрения, как бы, вот, семантики, ну, с точки зрения вот какого-то смысла, вот. Скорее всего, у вас по таким запросам будет вполне себе, как бы, нормальное ранжирование, и никаких проблем там не будет. Единственный, как бы, косяк возникает на каких-то очень популярных запросах, в частности, вот, запросах типа ВК, ну, там, ВКонтакте, со страницей типа ВК. Сейчас мы посмотрим, какая там с этим может быть проблема. Да. Ну, и давайте вот в целом про недостатки, как бы, PointWise поговорим. Значит, если, соответственно, мы не оптимизируем непосредственно порядок, то получаются вот какие-то такие непредсказуемые, непонятные результаты на популярных запросах. Для разных запросов, соответственно, разные документы, как бы, считаются релевантными. Когда мы оптимизируем вот эту среднеквадратичную ошибку, вот, обратите внимание, что у нас здесь нет никакой привязки непосредственно к запросу. То есть вот у нас датасет, он, на самом деле, представляет, конечно, из себя пары запрос-документ. Но у нас нет никакой оптимизации в рамках одного запроса. Вот в среднем, просто вот эту среднюю массу, пытаемся, как бы, вектор, для вектора фичей предсказать его асессорскую оценку. То есть никоим образом не проводя какую-то оптимизацию внутри каждого запроса отдельно. Можно спросить, как мы будем рассчитывать H от Q и D? Ведь у нас на выходе нашего аранжировщика будет позиция документа в выдаче? Нет. Каким-то образом мы должны приближать вот эту асессорскую оценку? Смотрите, вот эта штука, вот эта штука. Ну, то есть, смотрите, вот мы недавно с вами тут разбирали, значит, градиентный бустинг. И вы, значит, героически с этой задачей справились. Вот представьте, что вы фитите просто регрессионный градиентный бустинг. Представили? Ну, вот, соответственно, вам ваш градиентный бустинг пытается предсказать асессорскую оценку для пары запроса документов. То есть ваша пара запроса документа, она описывается вектором фичей. Все. Вот, соответственно, вот этот подход PointWise, он предполагает исключительно такое решение задачи ранжирования. Ага, то есть здесь позиции документа никакой роли не играет, просто мы считаем какое-то число. Да, мы считаем какое-то число. Дальше, соответственно, когда у нас это все дело работает в продакшене, мы по этому числу просто наши документы сортируем. И оттуда у нас как бы получаются те позиции, на которых документы в итоге стоят. Но предсказываем, мы изначально асессорскую оценку. Нет, смотрите, Q и D — это запрос. А и D тоже запрос? Нет, нет, Q — запрос, D — это и ты документ по этому запросу. Ну, вот видите, то есть у нас идет, как выглядит лосс? Это сумма по всем запросам, которые у нас есть в датасете, а это сумма по всем документам, которые принадлежат этому запросу. Причем еще нужно понимать такую вещь, что на самом деле, если у вас датасет различается по количеству документов для одного запроса, то это в итоге приводит к тому, что какой-то запрос у вас получается более важный, какой-то запрос менее важный. Ну, то есть, условно говоря, по какому-то запросу у вас может быть, там, не знаю, быть 5 точек, 5 документов. По какому-то запросу у вас может быть 50 документов. То есть понимаете, что у вас в таком случае, когда вы в среднем все это дело оптимизируете, вы получаете такую историю, как дисбаланс между важностью как бы каких-то отдельных запросов. То есть, например, вы будете хорошо предсказывать те запросы, значит, для которых у вас много документов, обучающие множество. Вот. И, соответственно, те запросы, для которых будет документов меньше, чем в среднем, скорее всего, у вас там предсказание будет хуже на них. Еще как бы важный момент заключается в том, что если, скажем так, у вас нет никакой разницы между документами, которые должны находиться как бы в топе выдачи, и документами, которые, соответственно, находятся где-то внизу выдачи. Ну, то есть, условно говоря, вот вы знаете, что обязательно иметь vk.com по запросу vk на первой позиции. Вот. А как вам этого добиться, если у вас помимо vk.com там, допустим, еще есть 50 результатов по запросу vk, которые имеют там оценку 1? Как вот, соответственно, заставить функцию ранжирования поставить vk.com на первую позицию по запросу vk, если у вас, соответственно, там есть еще 50 документов, и вы оптимизируете в среднем, значит, среднеквадратическую ошибку. Ну, давайте как бы придумаем, как подправить вот этот лос, чтобы, соответственно, каким-то образом больше значения придать вот этого самого первому документу. Веса поставить. Веса поставить, окей. То есть на самом деле для каких-то важных случаев мы можем как бы выделить отдельно значимость как бы их. То есть выделить вес, который вот мы допишем вот сюда. То есть у нас для каждой пары запрос документ будет еще свой вес. И, соответственно, таким образом мы сможем, например, побороть вот такую вот проблему, которая из коробки у нас, конечно, существует. Плюс еще, что стоит упомянуть. Вот эту же задачу, как бы, point-wise подхода, можно решать не как регрессионную, а как задачу мультикласс классификации. Ну, то есть поскольку у нас оценок как бы 5 штук, почему нам, собственно, не поклассифицировать все на 5 классов? Ну, здесь как бы очевидно будут все те же самые проблемы, про которые мы только что проговорили. То есть в частности, вот то, что нам очень правильно сказал Тимур про, собственно, а что делать, если у нас тупо оценки совпадают? Ну, как бы вообще непонятно, что делать. То есть в каком порядке их ставить? Не очевидно вообще ни разу. Вот. Окей, значит, по point-wise подходу, я думаю, ни у кого вопросов нет. Нет, все достаточно просто и все достаточно знакомо вам, потому что эти все задачи мы ими, соответственно, уже занимались там на датамайнинге, вы с ними уже работали, они для вас привычны. Теперь как бы первая подход. В чем здесь логика? Соответственно, здесь идея заключается в том, чтобы задачу ранжирования свести к задачи по парной классификации. Смотрите, что мы пытаемся сделать. Мы пытаемся как бы из исходного пространства нашего, где у нас были отдельные пары, то есть отдельная оценка для пары запрос документ и попытки как бы предсказать именно эту оценку, мы перейдем как бы к парам документов по запросу. То есть мы больше не будем рассматривать как бы документ независимо. Мы будем именно рассматривать пары документов в контексте одного запроса. И, значит, что мы будем пытаться оптимизировать? Мы будем пытаться оптимизировать количество неверно ранжированных пар. То есть мы в общем случае как бы будем пытаться минимизировать в рамках одного запроса количество инверсий, чтобы наша функция как можно меньше давала инверсий в плане ранжирования. То есть если документ, там, ИТ-ый, имеет более высокую оценку ассессорскую, чем документ житый, значит, он должен стоять выше. Если это не так, то, соответственно, мы, значит, записываем такую пару документов как инверсию. Но очевидно как бы, что напрямую количество неверно ранжированных пар мы оптимизировать не можем. Ну как бы, потому что пороговая функция подерь, как бы мы знаем, что типа работать, то есть это как бы опять же негладкий функционал, оптимизировать мы его напрямую не можем. Соответственно, нам нужно его как-то аппроксимировать для того, чтобы его минимизировать. Ну вот, значит, логика такая. Вот эта штука неотрицательная. Мы его аппроксимируем чем-то тоже неотрицательным. Если, соответственно, вот этот мажорирующий функционал будет стремиться к нулю, этот неотрицательный, значит, то, что вот это вот количество неверно ранжированных пар у нас тут стоит, оно тоже будет стремиться к нулю. Значит, какими методами, то есть чем можно аппроксимировать на самом деле пороговую функцию потерь? Ну, вы прекрасно знаете там из курса датамайнинга, что можно, во-первых, пытаться аппроксимировать это хинж-лосом, можно, соответственно, решать задачу логистической регрессии и можно аппроксимировать экспоненциальные функции потерь. То есть в зависимости от того, на что вы замените вот эту вот функцию L, которая является мажорантой для пороговой функции потерь, вы получите, соответственно, либо алгоритм ранг SVM, либо алгоритм ранг NET, либо алгоритм ранг BUSC. Давайте вот чуть-чуть конкретно и подробнее про это посмотрим. Значит, алгоритм ранг SVM. Предполагается, что мы будем пытаться фитить линейную модель ранжирования, при этом отступ у нас будет формулироваться вот в таком вот виде. То есть для каждой пары документов по запросу отступ будет выглядеть как разность между вектором фичей одного документа и вектором фичей другого документа. И наша задача, соответственно, минимизировать вот такой вот функционал. То есть по всем запросам мы рассматриваем все пары документов и минимизируем хинж-лосс плюс какой-то регулилизатор. Ну что это за регулилизатор, мы, конечно, очевидно с вами знаем. То есть смотрите, какая тут есть важная вещь. То есть мы из одного пространства точек, как бы, вот из одного пространства обучающего множества перешли в другое пространство. То есть мы вместо того, чтобы рассматривать точки по отдельности, начали рассматривать пары точек. Что у нас на самом деле при этом произошло? Ну то есть нужно понимать, что на самом деле, когда мы сделали такую процедуру, у нас как бы вычислительная сложность задачи, она как бы возросла. Насколько она возросла? Ну сколько у нас? Сколько у нас пар по запросу? Ну N квадратная. CISN под 2. Ну CISN под 2. Соответственно, вот изначальную задачу ранжирования в исходном пространстве, то, как она формулировалась, мы, соответственно, свели задачи бинарной классификации, но в другом пространстве. То есть точек, нужно понимать, у нас стало как бы драматически больше. То есть у нас точек стало столько, сколько у нас было пар документов по запросу. И вот, соответственно, мы пытаемся теперь построить обычный бинарный классификатор SVM, который пытается минимизировать количество примеров, которые попадают внутрь вот этой разделяющей полосы между двумя классами. Понятно, да? То есть все вам знакомо, все известно. То есть приколен именно сам подход. То есть как мы из одного как бы датасета формально сделали другой датасет и решаем теперь на этом датасете новую задачу. Окей. Про ранг SVM нам понятно. Давайте теперь про рангнет поговорим. Рангнет — это мы, соответственно, пытаемся минимизировать лог-лосс. Только в рамках вероятности у нас что выступает? У нас выступает вероятность того, что и ты документ лучше, чем житый документ. Как это в терминах, условно говоря, бинарной классификации записать именно в логистическую функцию потерь. То есть мы будем оценивать вероятность того, что и ты документ лучше, чем житый документ. То есть у нас это будет выглядеть вот в таком вот виде. Ну на самом деле это тупо softmax, только, соответственно, мы… Чего там? Из экспонента, которая должна стоять в числителе, мы ее просто поделили, и числитель, и знаменатель на нее. Вот. Соответственно, вот такой вот функционал. Это значит P, и тоже это у нас вероятность, которую мы оцениваем нашей моделью, которая считается в модели. Вот это P, и тоже это с крышкой. Это, собственно, известная вероятность того, что и ты документ должен ранжироваться выше, чем житый. То есть мы ее, очевидно, берем либо из асессорских оценок, ну, либо если там уже как-то дальше продолжать мысль и, например, пытаться дополнительно использовать такую информацию, использовать таки из поведенческих логов, как клики, мы можем, соответственно, еще дополнительно там, ну, учить нашу модель на кликах. Ну, про обучение на кликах мы, на самом деле, еще с вами в следующий раз поговорим. Ну, просто вот, чтобы у вас как-то сразу какая-то целостная картина складывалась. То есть мы пытаемся решать задачу бинарной классификации между парами запрос-документ. При этом пытаемся оптимизировать лог-лосс. То есть оцененная вероятность у нас вот так вот выглядит. Истинная вероятность мы ее достаем либо из асессорских оценок, либо, соответственно, из кликов. Вот. Теперь, соответственно, что мы делаем? Мы вводим некоторые обозначения, то есть вот такой вот параметр SETJ, который принимает три значения, 0, минус 1, 1. Соответственно, если и ты документ больше, чем житый, ну, точнее, считается более релевантным по асессорам, чем житый, мы присваиваем для SETJ чиселку единичка, в противном случае минус единичка. Если все равно, тогда 0. Тогда мы можем вот эту самую экспертную вероятность представить вот в таком виде. и перепишем наш loss-функционал, функционал logLoss для пар вот в таком вот виде. Теперь, соответственно, нам нужно что сделать? Нам нужно понять для того, чтобы оптимизировать вот этот функционал каким-нибудь градиентным методом. на каждом шаге нам нужно понять, насколько нам нужно поправить предсказания в каждой конкретной точке для того, чтобы минимизировать вот этот функционал. Правильно? Ну, то, как мы делали там в нейросетях, то, как мы делали в градиентном бустинге. То есть мы сначала берем производную по параметру вот этому. То есть мы пытаемся понять, насколько нам нужно поправить предсказания в каждой конкретной точке для того, чтобы минимизировать вот этот функционал на конкретном шаге. При этом на что стоит обратить внимание, что на самом деле то, насколько мы даем бонус одному документу, настолько же мы даем как бы дискон другому документу. То есть здесь вот получается прикольно, что на каждом шаге столько, сколько мы прибавляем для итого документа, столько мы должны вычесть из житого документа. Ну вот в рамках одной пары итого житого документа, который принадлежит одному запросу, и итый документ лучше, чем житый документ. В принципе, как бы все логично. То есть на каждой шаге мы даем какой-то небольшой бонус документу, который лучше, и ровно столько же вычитаем из того документа, который хуже. Можем ли мы, например, используя вот этот вектор градиента, ну для, когда посчитаем по всем парам запрос документ, например, уже зафитить дерево или не можем. Ну то есть на самом деле, вот если говорить в терминах градиентного бустинга, у нас же вот эта вот штука, это уже там как бы вектор градиента. То есть для того, чтобы нам добавить в ансамбль очередную модель, нам нужно, соответственно, на векторе антиградиента что-то нафитить. Правильно? Да вот можем мы это сделать сейчас или не можем? Или есть какое-то еще ограничение, которое нам не позволяет это сделать? Ну смотрите, все очень просто на самом деле. Мы же понимаем с вами, что вот этот итый документ, он же, блин, встречается в паре не только с житым документом, он еще встречается в паре с катым документом, он еще встречается в паре с мтым документом. Ну то есть на самом деле у нас вот в таких вот штуках будет много. И можно предрассчитать? Ну предрассчитать-то да, но на самом деле вся фишка в том, что нам надо после того, как мы вот это отдельные вот такие куски получили, нам надо их усреднить для того, чтобы понять, насколько в среднем нам нужно подвинуть на каждой итерации каждый конкретный документ в зависимости от того, как он, ну типа, взаимодействует с другими документами. То есть вот эти вот все возможные варианты собрать, то есть посмотреть, насколько мы должны в среднем подвинуть каждый документ для того, чтобы вот этот функционал типа стал меньше на каждой итерации. Окей, да, тут, правда, алгоритм RankNet, он изначально предполагалось, что будет заталкиваться в нейросеть, а для того, чтобы заталкивать нам эту штуку в нейросеть, нам недостаточно просто знать вот эту вот самую производную. нам еще нужно взять производную от этой штуки для того, чтобы, ну, производную по соответствующему весу нейросети для того, чтобы понять, насколько нам вес конкретный нужно обновить. Вот. Таким образом, у нас правило обновления весов для нейросети, оно вот будет записываться вот в таком вот виде, ну и, соответственно, дальше здесь представлено то, что будет, если мы рассмешим вот эту самую производную по конкретному весу, в предположении о том, что у нас, как бы, ну, там, неделю в офицце о нейросети. Вот. То есть у нас получится, на самом деле, вот такое вот выражение интересное, где вот эти вот самые лямбда, это и ожитое, это, на самом деле, то, насколько, ну, это как бы вес какой-то конкретной пары, и того, и житого документа. То есть то, насколько нам, на самом деле, надо, насколько сильно нам надо ту или иную пару подвинуть там либо вверх, либо вниз. Вот. Теперь, на самом деле, если мы по всем парам вот это все дело просуммируем, и как раз найдем то самое, ну, условно говоря, агрегированное значение для каждого документа, насколько нам нужно его, как бы, подвинуть либо вверх, либо вниз, тогда, соответственно, мы уже можем непосредственно для каждой точки там решать задачу, ну, либо построение там дерева решений, например, либо оптимизации конкретного веса в нейросети. Поняли, да? То есть мы как бы от пар перешли к нашей традиционной классической поточечной формулировке, то есть когда мы уже работаем непосредственно с какими-то отдельными примерами. Потому что нужно понимать, что, конечно, когда вы это все дело поставите в продакшн, вы же не будете, как бы, ну, решать задачу именно в терминах пар. Потому что в терминах пар это решать, ну, тупо долго. То есть там пар у вас C из N по 2, а точек у вас просто N. Ну, то есть C из N… Пар это все равно не получается. Нет, смотрите, в том-то всей фишке, что вот когда мы вот это все, вот эти все операции проделали, мы получили явные выражения для конкретных точек. То есть мы получили на самом деле антигредиент, ну, вот в терминах, если вот мы говорим в деревьях, для градиентного бустинга, и, соответственно, мы можем уже зафитить дерево. И это дерево уже будет предсказывать не для пары, то есть работать не с парой на входе, оно уже будет работать с точкой на входе. Но вот эти вот лямбда конкретные, это то среднее значение, насколько нам нужно, соответственно, либо поднять документ вверх на данной конкретной интерации, либо пустить его вниз. Ну, тут даже есть мощные иллюстрации статьи, как бы без подписи, без нифига, просто вот. Стоп. То есть если на этот слайд смотреть, конечно, без комментариев, это очень-очень тяжко. Да-да-да, сурово я бы сказал. Почему стрелка так, что сверху тоже вверх показывает? Вроде бы второй документ на брод спустился. Сейчас. Нет. Тут идея заключается в том, что, как бы, вот этот скрытый смысл лямбд, это как раз сила того, насколько вы должны, как бы, каждый конкретный документ дернуть либо вверх, либо вниз на каждой итерации. То есть в зависимости от того, как он себя ведет относительно других. То есть вот когда вы взяли вот это все, агрегировали, и посмотрели, насколько в среднем вам нужно либо поднять документ, либо, как бы, опустить его. Да, то есть это лодули сила такая. Ну, типа того, да. То есть вот вы, когда, как бы, посмотрели все вот эти комбинации, то есть все пары посмотрели, посмотрели, что вам нужно сделать для того, чтобы ваш логлос на очередную итерацию уменьшился. То есть для каждого документа, какую дельту вы должны, как бы, приписать либо в плюс, либо в минус. И дальше, соответственно, вы эту дельту либо прогоняете через нейросеть, либо, соответственно, фитите на ней дерево, то есть которое эту дельту, как бы, предсказывает. Вот, собственно, и все. Вот такая вот идея у алгоритма RankNet. Давайте теперь поговорим про, как бы, недостатки. А, ну, кстати, перед тем, как поговорить про недостатки, давайте, чтобы, как бы, закрепить понимание. Вот я вам, как бы, привел пример с RankNet, привел пример с Ranking SVM. А еще у нас на слайде там, типа, был Rank Boost. Вот тут вот. Давайте вы сами Rank Boost. Ну, он похож на... Вообще, короче. Отлично. Как решать? Давайте, Роман, может, вы выйдете там, две строчки напишите. Честно, я пока... Ну, смотрите, ну... Ну, вот, вот же. Вот сюда надо поставить, соответственно, экспоненциальную функцию потерь. Ну, если нам нужно минимизировать вот это... Ну, Ada Boost помните? С трудом. Кто помнит Ada Boost? Ну, просто если вы помните Ada Boost, то выписать Rank Boost, кажется, вот из вот этой задачи вообще ничего не стоит. Ну, там сначала берутся какие-то веса. Веса. Потом они изменяются в зависимости от того, где ошибки, где модель дает наибольшую ошибку. Да. И в итоге все подводится к тому, что мы эти веса меняем таким образом, чтобы мы минимизируем экспоненциальную функцию. Вот это я помню. Ну, это уже неплохо, на самом деле. Но выписать не можете. Ну, ладно, короче. В общем, конкретно отдельно, я думаю, про Rank Boost говорить не стоит. Открываем презентацию про Ada Boost, которую вот я вам рассказывал. Соответственно, там вместо датасета как бы исходного поставляем датасет пар с этими... с плюс-минус единичками. Все, как бы у вас готовый алгоритм ранжирования. Ну, собственно, в терминах этого. В терминах Rank Boost. Ну, то есть, все абсолютно то же самое. То есть, отдельно концентрироваться как бы на нем не будем. Так. Про это поговорили, про это поговорили. Про недостатки давайте. Какие недостатки есть у попарного подхода? Самый, как бы, очевидный и бросающийся в глаза недостаток – это то, что, соответственно, если у вас разное количество документов по запросу, то, как бы, вы, оптимизируя количество неверно ранжированных пар, будете, как бы, встречаться с проблемой, вот которую я вам рассказывал про Pointwise Case. То есть, несбалансированность запросов по количеству примеров, то есть, во много раз сильнее. Ну, точнее, как, не во много раз, у вас эта зависимость там будет квадратичная. Потому что в данном случае у вас количество точек, количество обучающих примеров, оно пропорциональное количеству пар. То есть, если у вас, например, допустим, по одному запросу точек больше, чем по-другому, допустим, в 10 раз, то в терминах, как бы, пар, это значит, что, как бы, их будет еще больше. То есть, и когда вы просто пытаетесь минимизировать количество неверно ранжированных пар, вот, например, здесь есть, как бы, отличный пример того, что может произойти. То есть, в одном случае вы получаете, условно говоря, вариант, когда у вас вот количество неверно ранжированных пар типа 0, вот, а здесь у вас количество неверно ранжированных пар 10, да? Вот суммарное количество неверно ранжированных пар 98,73, и при этом ранжирование по одному запросу у вас идеально, по второму запросу оно у вас, как бы, ну, полностью неправильно. То есть, все пары ранжированы неверно. И, как бы, вот второй кейс, который изначальный, у вас количество неверно ранжированных пар здесь 10, а здесь 0. И в результате у вас оба запроса, ну, ранжированы там, типа, плюс-минус оптимально. Здесь, как бы, один запрос зааранжирован идеально, второй полностью неправильно. Как бы, скор в терминах неверно ранжированных пар один и тот же. Но на выходе, как бы, результаты принципиально разные. То есть, количество запросов, которые, как бы, у вас нормально ранжируются, в одном случае в два раза больше, чем в другом. То есть, и вот здесь вот, конечно, нужно понимать, что, когда вы собираете какие-то дополнительные пары по каким-то запросам и по другим вы этого не делаете, вы, соответственно, очень сильно себе перекрашиваете обучающий выборок. Окей. Да, соответственно, второй кейс, который есть, это то, что мы никоим образом не учитываем важность каких-то конкретных документов. Вот, ну, опять же, то есть, вот есть запрос в ВК.com, есть, соответственно, навигационный результат, который должен стоять на первой позиции. Есть, в общем случае, какое-то большое количество документов, которые, ну, должно быть где-то снизу. Вот. Когда вы рассматриваете просто в среднем количество неверно ранжированных пар, ну, вы можете добиться того, что, ну, там, не знаю, допустим, у вас опять вот Википедия и ВК.com, эти, как бы, документы, они лучше, чем все остальные документы. Вот. Но, например, может получиться так, что ваша ранжирующая формула выведет Википедия ВКонтакте, типа, выше, чем ВК.com. Хотя количество неверно ранжированных пар будет маленькое. Ну, например, она будет одна. Вот как раз вот эта. Но нужно понимать, что на самом деле неправильно ранжированная вот эта пара, она существенно, как бы, существенно более значимая, чем все остальные пары. Вот. И опять же, то есть, можно попытаться пофиксить вот эту штуку, добавив в попарный вот этот подход соответственно, веса для пар отдельно. Отдельно. Для того, чтобы вот такие кейсы фиксить. Соответственно, в продолжение как бы алгоритма ранг.нет придумали такую штуку, которая называется лямдаранг, которая позволяет в общем случае, скажем так, неявно оптимизировать саму метрику индийси-джи целевую. Есть, короче, статья майкрософтовская, где достаточно тривиально показывается, каким образом можно, ну, то есть, в котором показывается, что домножение каждой лямбды и той-жи-той, то есть, той самой силы, для которой, которая определяет, насколько у вас и ты документ должен подняться, и жи-той документ должен опуститься. если вы домножите вот эту самую лямбду на дельты индийси-джи, что такое дельты индийси-джи, это абсолютное изменение метрики индийси-джи при ситуации, когда вы позиции документов и ты, и жи-ты меняете местами. Вот. То есть, если вы каждую пару будете, точнее, вот эту лямбду для каждой пары домножить на такую величину, можно показать, что это в итоге приводит к оптимизации индийси-джи, ну, то есть, всей целевой метрики, которую мы хотим как бы оптимизировать. Вот. Вот это вот такая, такой, скажем так, относительно простой фикс, он вам позволяет бороться вот как раз с проблемами того, что пары документов по запросу, они не взвешены, вот. И таким образом прийти в итоге к оптимизации фактически целевой метрики, не переходя напрямую как бы к листвой подходу, не переходя к каким-то сглаживаниям, условно говоря, метрики индийси-джи. Вот. Соответственно, заимплементить лямбда ранг будет в вашем, собственно, домашнем задании, которую вы сегодня получите. Да, давайте немножко поговорим про известные датасеты, которые на, ну и про конкурсы, которые были проведены на тему машинного обучения и ранжирования. Значит, первый исторический конкурс, он был от Майкрософта, ну, соответственно, он назывался вот Литор 4.0, но на самом деле нужно понимать, что как бы до Литора 4 там были Литор 1, 2 и 3, но просто я про них не пишу, потому что они как бы были там какими-то очень трешовыми в плане того, что Майкрософт вкладывал свои данные что-то как-то мало и плохо, то есть там что-то какая-то фигня вообще получалась и в общем как бы признанным эталонным датасетом вот считается именно Литор 4 и он, по-моему, был 8-го года конкурс. Вот. То есть что там было там 2500 запросов, 46 факторов и как бы 3 уровня релевантности, то есть не 5 уровней релевантности как у нормальных белых людей, а соответственно 3 уровня релевантности. То есть типа хороший, плохой и не знаю. Вот. Дальше в 9-м году Яндекс проводил конкурс интернет-математики. Соответственно там они прям выложили тот датасет, который у них был на тот момент прям боевой. То есть поэтому словно говоря факторов больше. Да, факторов больше и соответственно то есть сам конкурс тоже был достаточно интересным, причем они его там несколько лет даже держали после того, как соответственно конкурс завершился в надежде того, что кто-то кто-то зарулит градиентные бустинги. Что-то никто так не поднялся по-моему до того, чтобы это сделать. Ну и соответственно самый последний как бы и самый суровый конкурс, который был. То есть там и запросов дофига. То есть причем нужно понимать, что вот как бы размерность датасета, если вот эта штука это по-моему десятки тысяч точек, ну обучающие множество. Вот это условно говоря там сотня тысяч, где-то 150 тысяч точек обучающие множество. То вот здесь вот уже это как бы миллион с фигом. То есть и 519 факторов. Ну то есть по факту там уже конечно то есть не так просто было взять и насчитать что-то на ноутбуке. Но тем не менее алгоритмы, которые в этих всех конкурсах зарулили, они в принципе вам хорошо известны. да. Соответственно кто-то по-моему из корифеев у себя в блоге писал, что типа во всех конкурсах ранжирования там наблюдается такая зависимость, что ну вот типа есть деревянные ансамбли, вот они в топе и они типа вот занимают там топ-10, топ-20 там результатов. а есть типа все остальные методы, которые как бы не просто в эти топ-10, топ-20 не попадают, а они еще как бы с заметным зазором отстают от вот этих методов. То есть там прямо он приводил гистограммку, где типа вот средний результат условно говоря там деревянного ансамбля и средний результат там не знаю там например нейросети или средний результат там какого-нибудь рамкинга СВМа. Вот и там соответственно видно прям, что то есть эти средние результаты они отличаются вполне себе драматически. Вот поэтому соответственно если когда не будете участвовать в конкурсе про ранжирование знайте, что как бы не было прецедентов чтобы что-то кроме деревянных ансамблей в таких конкурсах побеждало. Так это соответственно то, что было про конкурсы. Давайте поговорим про традиционные проблемы которые возникают при попытке в лоб значит сделать машинное обучение ранжирования в продакшене в поиске значит с чем приходится сталкиваться во-первых как бы как в любой задаче машинного обучения у нас возникает сходу проблема переобучения причем переобучиться можно как бы вообще на всем то есть основные как бы проблемы и источники головной боли они сосредоточены в запросах на которых мы обучаемся документов которых мы берем по этим запросам и собственно в экспертах которые нам порождают таргет на котором это все будет обучаться кроме того есть проблема с положительной обратной связью значит что такое положительная обратная связь и как это положительная обратная связь откуда идет и на что влияет об этом мы сейчас поговорим плюс соответственно шумные данные которые у нас есть от экспертов как с ними жить как с ними работать как как бы чинить экспертов тоже об этом мы сейчас с вами поговорим итак значит первонаперво когда перед нами стоит задача собрать каким-то образом датасет для обучения формулы ранжирования откуда взять запросы какие-то должны быть запросы то есть если мы например делаем в тупую как бы равномерную длинную выборку из лога запросов берем соответственно например лог запросов за месяц берем оттуда сэмплируем рандомно запросы вот хорошо вот это или плохо такой подход ну то есть с одной стороны кажется что это не очень плохо потому что ну то есть мы берем какое-то подмножество из тех запросов которые пользователи задают в наш поиск то есть раз так то это соответственно ровно те запросы с которыми нам нужно работать и те запросы по которым мы хотим чтобы у нас выдача была хорошая то есть с точки зрения того что эти запросы они как бы делая хорошим ранжирование по этим запросам мы действительно как бы в принципе улучшим себе поиск но проблема заключается в чем проблема заключается в том что на самом деле запросы они типа имеют свойство устаревания то есть нужно понимать что то есть те запросы которые спрашивали неделю назад они в общем случае могут уже совсем не совпадать с теми запросами которые есть сейчас то есть я не знаю например происходят какие-то события может быть новостные соответственно выходят там какие-то фильмы выходят там какие-то сериалы новые серии что-то еще и постоянно как бы возникает такой вопрос что мы все время вынуждены как бы готовиться как бы к предыдущей бите то есть мы как бы видим да что у нас были вот такие-то запросы и мы уже вроде как знаем как их там типа надо ранжировать и все хорошо но проблема в том что завтра придет новый запрос и соответственно про него мы ничего знать не будем вот и соответственно если мы например не будем обновлять вот этот наш пул запросов если мы не будем постоянно одолевать какие-то свежие запросы свежие примеры которые отражают именно непосредственно какое-то текущее состояние интересов пользователя тогда соответственно у нас конечно ну поиск будет выглядеть туф? Он будет показывать старые результаты, будет неадекватно отвечать на какие-то свежие запросы и так далее. Плюс нужно понимать, что есть постоянные какие-то тренды в запросах. Есть, соответственно, запросы, по которым в общем случае у нас выдача может быть разной, но релевантной для разных моментов времени. Опять же, классический пример с той же Олимпиадой. Когда мы видим, что мы находимся в 2014 году, документы по Олимпиаде в Сочи – это хорошие документы, все круто. Когда мы находимся с вами в 2016 году, соответственно, документы по Олимпиаде в Сочи – это как бы вообще нафиг уже никому не нужно, все хотят про Олимпиаду в Рио сейчас смотреть. То есть у нас постоянно есть вот такая вот текучка, есть, соответственно, какие-то вечные ценности, про которые пользователи там всегда спрашивают. Ну, типа тот же самый запрос ВК. Есть какие-то трендовые запросы, которые вот непосредственно работают локально и могут, соответственно, быть только… Ну, какую-то отражать именно актуальность, как-то покрывать там новостной фон имеющийся или какие-то события или выход каких-то сериальных серий там и так далее. Вот. Плюс какая еще есть проблема на практике? Вот вы, например, взяли, соответственно, один пул запросов, там, обучили на нем модель, вроде все хорошо, все норм. Дальше, соответственно, у вас прошло какое-то время, вы взяли, например, какие-то старые запросы, выкинули, какие-то новые подлили. Обучили формулу? Блин, у вас… Посмотрите на метрики, хуже все стало. Как с этим быть? Как с этим жить? Как, соответственно, отобрать те запросы, которые будут наиболее, как бы, важными, наиболее, скажем так, репрезентативными относительно текущего потока запросов? Это, как бы, вот задачи, которые так или иначе приходится постоянно решать, которые, соответственно, с которыми нужно жить. Вот. И вообще воспроизводимость, как бы, вашей формулы ранжирования, воспроизводимость тех результатов, которые у вас есть в терминах тех факторов, которые у вас есть, это, как бы, ну, достаточно такой непростой челлендж, потому что, ну, вот даже тупо, если вы зафитите две, например, формулы ранжирования, сначала по одной случайной выборке запросов, потом по другой случайной выборке запросов, это, в общем случае, как бы, может вам дать два разных результата. То есть в одном случае вы можете получить результат в среднем лучше, в другом случае вы можете получить результат в среднем хуже. То есть, опять же, какого объема должна эта выборка запросов быть для того, чтобы в среднем при переходе от одного пула запросов к другому пулу запросов у вас не проседало качество, а по возможности еще и росло. Потому что, понятно, если мы берем, несколько раз бросаем монетку, несколько раз сэмплируем рандомно из пула запросов, то может как получиться. То есть, мы имеем там, не знаю, несколько пулов, фитим на этих пулах, соответственно, несколько моделей. Какая-то модель может быть лучше, какая-то модель может быть хуже. Если мы, например, берем ту модель, которая лучше, ну то есть рандом выпал так, что нам повезло, то есть мы, условно говоря, взяли, проверили там N модели и выбрали лучше, то потом начинается вопрос, соответственно, что делать как бы в следующий раз. Ну потому что мы берем следующий рандом, он хуже, чем то, что у нас было до этого. Еще берем, он опять хуже, короче. Как еще раз так удачно бросить монетку, чтобы собрать те запросы, которые будут наиболее удачными и будут работать в продакшене, соответственно, лучшим образом? Ну, наверное, нужно хронику какую-то ввести. Хронику? Хронику запросов? Ну да, есть запросы, которые будут всегда, они были 10 лет назад, ну, например, Исаак Ньютон, он один и тот же всю жизнь и будет… Если бы Исаак Ньютон, обычно все достаточно проще, сильно проще. Ну, по-моему, с тем, что проще, там проблем вообще не возникает. Это подаешь, и оно будет релевантно. Там какой-нибудь… Ну, как сказать, есть же всякие такие, знаете, запросы типа школьницы. Что человеку хотел увидеть по запросу школьницы? Вот непонятно. Ну, можно быть, он хотел что-то посмотреть, что правильно их обучать. Машины обученные школьницы. Окей. Ну, Роман, это вот вы такое хотите. А кто-то хочет другое совсем. Точнее, большинство хотят что-то другое. Вот. Ладно. В общем, вопрос на самом деле открытый. Какого-то конкретного вот работающего решения, которое, что называется, из коробки всегда бы давало вам, словно говоря, какой-то детерминированный там положительный результат. То есть, такого, конечно, нет. То есть, нужно как бы работать с данными, нужно работать с проблемными кейсами, нужно постоянно пытаться при помощи всяких техник, там, в том числе и активного обучения, каким-то образом вот эти вот все ситуации фиксить. То есть, смотреть запросы, на которых у вас все ухудшается. То есть, такие запросы пытаться добавлять, похожие на такие запросы пытаться добавлять и так далее. То есть, здесь, конечно, все, ну, условно говоря, нету какого-то однозначного решения, нету какой-то серебряной пули, которая позволит вам, ну, что называется, добиться такой ситуации, чтобы у вас на эту тему не болела голова. Поговорим немножко про документы. Какая проблема есть с документами? Проблема заключается в том, что всегда, когда мы работаем с выдачей, нужно понимать, что это топ нашего ранжирования. То есть, смотрите, как устроено большинство оценок качества. Смотрите, какая у нас проблема. То есть, всегда, когда мы, перед нами стоит задача собрать какой-то пул обучающих данных, вот откуда мы, соответственно, берем документы для того, чтобы получить по ним ассессорские оценки. Мы, соответственно, там работаем в классической парадигме. Как там в любой статье, там в любой книжке написано, значит, качаем там, условно говоря, свою выдачу, качаем выдачу там конкурента одного, конкурента второго, даем ассессорам оценить, значит, в результате получаем там, типа, набор документов, который вот у нас есть оцененный, и выбираем, как бы, лучшее вот из всех там, типа, всех поисковиков. То есть, вот, типа, такой идеальный серп по запросу. Вот. Но в чем есть проблема? Проблема заключается в том, что вот этот идеальный серп – это топ документов. То есть, это те документы, которые являются, условно говоря, то есть, это какой-то набор заранее априори хороших документов. То есть, это не какие-то случайные там документы, там, из базы произвольной, которые, конечно, по запросу будут нерелевантными. То есть, это какой-то заранее релевантный набор документов. Ну, там, плюс-минус релевантный. То есть, там, как минимум, хоть какие-то там слова запроса встречаются там и так далее. Вот. И когда мы, соответственно, начинаем на такой наборе документов видеться, нужно понимать, что у нас выборка сильно смещенная. Потому что то, что у нас в среднем есть в базе, и то, что у нас есть в среднем в поиске, это не то, что у нас есть в среднем в топе. Совсем. Вот. Сейчас мы увидим там на следующем слайде, у нас будет примерно эта тема, что вообще, к чему это все приводит. Плюс, соответственно, что у нас… какая еще проблема есть? Нужно понимать, что у нас постоянно меняется интернет. Вообще говоря, то есть, та страница, которая была вчера хорошей, сегодня может там стать 404-й. А оценка у нас, асессорская, условно говоря, которая есть, она там имеет там, ну, допустим, оценку там 4. Вот, не знаю. Был сайтик типа ВКонтакте.ру, потом он переехал на ВК.com. Типа, допустим, ВКонтакте.ру там стал 404-й. Ну, не дай бог, конечно, но… То есть, он, слава богу, стал 302-й, но если бы он стал 404-й, соответственно, асессорская оценка у нас записана, значит, пятерка по запросу ВК, а там, соответственно, 404-я. То есть, по фичам он уже 404-я, а мы типа считаем, что вот это 404-я – это пятерка. Ну, и, соответственно, для всех кейсов, которые 404-й у нас в базе, мы получаем там лютый буст, короче. То есть, у нас формула ранжирования пытаются все такие документы, значит, тащить вверх. Как бы косяк-косяк. Вот, поэтому, соответственно, из-за вот этого постоянного изменения базы нам приходится, как бы, постоянно перестраивать модель. Вот. Плюс, соответственно, нужно понимать еще, какая есть проблема. Опять же, есть проблема с воспроизводимостью результатов, потому что, смотрите, какая фишка. Допустим, вы собрали какое-то обучающее множество, и вот это обучающее множество вам дало какой-то там профит, вы выкатили модель в продакшн. Но теперь у вас там, например, стоит задача проверки нового фактора. Вот вам нужно, соответственно, там, не знаю, был у вас там один тайтл, например, в фичах, а теперь вы добавили еще, допустим, по документу, там, наличие слов там в заголовках, там, h1, h2 и так далее, короче. Как вам проверить, что эти фичи хорошие или плохие? Ну, очевидно, вам нужно, соответственно, взять все те же самые документы, которые у вас были в обучающем множестве, посчитать по ним вот эти самые факторы, и, соответственно, их добавить там в качестве отдельных столбцов, там, типа, в датасет, обучить модельку. Что при этом происходит? Вот смотрите, если за тот момент, пока вы эти фичи разрабатывали, те документы, которые у вас были в датасете, например, протухли, ну, то есть они стали 404-ми, или они там, не знаю, там, сайтик умер, там, домен переехал и так далее, вы, соответственно, как бы контент этих страниц получить уже не можете. Ну, это значит, что вы не можете проверить ваши фичи, потому что вы не можете, ну, у вас нет датасета уже, у вас там половина точек побилось, все. Что делать? Вы же не будете, как бы, на части датасета обучаться, потому что часть датасета будет хуже, чем полный датасет. То есть фичи проверить вы новые не можете, добавить, значит, эти фичи формулы ранжирования вы тоже не можете. Соответственно, вам нужно как-то такие проблемы научиться обходить, потому что... Ну, как, есть же сохраненные копии документов. Да, эти документы, которые стали неактуальными, если вы их, смотрите, да, это если вы их сохраняете, как бы эти копии документов на тот момент, когда вот они у вас были. А если, соответственно, вы не сохраняете это дело? Ну, то есть вы же должны понимать, что вы не можете, там, типа, на каждую скачку сохранять копию документа. То есть вам так или иначе, когда вы документ перекачиваете, вы, соответственно, перезаписываете контент этого документа. Ну, то есть вы же не будете там прям вот хронологию, значит, статусов этого документа. Вот он, типа, там, не знаю, какого-нибудь там 20 мая имел такой-то контент, 25 мая такой-то контент, а потом, соответственно, 10 раз там 404, короче. И вот, соответственно, вот у нас там, типа, в базе вот эти вот все версии, там для каждого документа записаны. То есть, понятное дело, что, ну, как бы у нас, мы не можем себе такого позволить. Ну, защитить от перезаписи 404-м какое-то время, наверное, легко? Какое время? Ну, не знаю, скажем, неделю. Ну, адаст. Смотрите, да, 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 но это все понятно. Ну, просто к тому, что когда у вас документов много и это все как бы постоянно меняется, то, соответственно, это не спасает. В любом случае, как бы, самый действенный способ, самый, как бы, наверное, правильный способ, это когда вы строите датасет и когда вы имеете какой-то боевой датасет, по которому у вас построена продакшн формула ранжирования, конечно, вы должны иметь те копии документов, по которым, соответственно, эта формула ранжирования построена именно на тот момент того состояния, который у них был. Потому что контент каждой странички, он может поменяться. Ну, там, условно говоря, вчера это, не знаю, был какой-нибудь там информационный ресурс там про IT-технологии, что-нибудь там типа хабра-хабр 2.0, короче. Потом, соответственно, владелец сайта там продался по дешевке каким-нибудь этим порно-пиратам и, соответственно, там, где был хабра-хабр 2.0, теперь там какая-нибудь полная жесть, садомия там и все остальное. А вы знаете, что это хорошие странички там по айтишным запросам. Вот приходите такие, соответственно, выбиваете там, не знаю, что-нибудь типа как сделать сайт на PHP, короче, а вам там садомия. То есть, ну, наверное, это не очень хорошо. Вот. То есть, на практике такие проблемы есть, да, и, соответственно, вот их приходится. А? Да, да, да. Надо этот. А если это на фичах как бы фичей отработают, потом когда перейдексируют, то эти фичи отработают, то эти 4.0, вылежите сайты. Ну да, но здесь просто к тому, что нужно понимать, что эти кейсы нужно отдельно обрабатывать. То есть, это должна быть какая-то отдельная инфраструктура для хранения этих всех документов. Вот. Во. Теперь давайте про обучение на топе вернемся. Вот смотрите. Какая есть проблема с обучением на топе? Распределение факторов, которые есть традиционно в выдаче в топе, и распределение факторов, которые есть в среднем как бы в базе, это абсолютно два распределения факторов, два разных распределения факторов. Вот. В качестве как бы классического примера можно вот привести запрос типа АФК «Спартак». Смысл в чем? Причем, если у нас у всех документов в топе есть вот этот самый в заголовке «ФК «Спартак», то фактически, когда наша модель ранжирования будет учиться на таких данных, она не будет вот этот вот фактор наличия «ФК «Спартак» в заголовке документа считать дискриминирующим. Ну, потому что все документы тупо имеют этот текст в заголовке документа. То есть эта фича у нас работать не будет. Хотя нам очевидно, что далеко не все документы в нашей базе, они таким признаком обладают. То есть не у всех там написано «ФК «Спартак» в заголовке». Вот. Поэтому, соответственно, этот фактор не будет использоваться в качестве сигнала, он не будет являться дискриминирующим. И когда мы обучим модель на топе и выкатим в продакшн, мы увидим, что у нас снизу на самом деле всплывет целая как бы пачка шлака всякого, в котором уже не будет вот этого вот самого «ФК «Спартак» в заголовке. То есть всплывут нерелевантные документы по факту. То есть мы таким образом переобучимся. Вот. То есть это тоже надо иметь в виду, когда вы, соответственно, пытаетесь там формулу ранжирования делать. Вот. И это как раз то место, где работают всякие темы с semi-supervised learning. То есть там, где вы, например, как-нибудь, ну, либо рандомно, либо интеллектуально сэмплируете из вашего, как бы, с вашего бэкэнда те документы, которые у вас поднимаются на финальную стадию ранжирования, вот. И которых, по которым у вас нет оценок, но которые вы, как бы, в среднем знаете, что хуже, чем то, что у вас есть в топе. То есть вы можете, на самом деле, с каким-то весом, например, эти документы в обучение добавить и считать их как отрицательные. То есть не давать их асессорам на разметку, просто считать, что там с каким-то небольшим весом они, как бы, хуже, чем то, что у вас есть, как бы, в топе. Вот. За счет этого, как бы, вы сможете построить разделяющую границу между документами, типа, в которых есть там типа ФК «Спартак» в заголовке и тех, у которых такого признака нет. Ну, ладно, мы, на самом деле, к этому вопросу еще вернемся, когда будем говорить про обучение на кликах. Потому что там-то эта проблема вообще, как бы, стоит очень остро. То есть если вы пытаетесь, например, зафидить формулу ранжирования на кликах, а клики у вас есть только по тем документам, которые вы показываете, ну, соответственно, понятно, какая там проблема есть. Вот. Теперь то, что касается переобучения экспертов. Вы должны, как бы, прекрасно понимать, что те эксперты, которые, соответственно, на вас работают и которые оценивают ваши пары запрос-документ, они, в общем случае, как бы, ни разу не эквивалентны тем, там, миллионам пользователям, которые, соответственно, вашим продуктом пользуются. Вот. И, как бы, те оценки, которые они ставят, они, соответственно, ни разу не эквивалентны тем, тому мнению, как бы, толпы, которая, вот, соответственно, задает запросы в ваш поиск. Вот. То есть оценки, на самом деле, которые порождают ваши асессоры, они, в общем случае, смещенные. То есть это нужно иметь в виду. Если ваши асессоры, там, являются домохозяйками, которые, там, соответственно, смотрят сериалы, там, и интересуются, там, рецептами, то вы должны понимать, что, соответственно, ваш поиск, он будет пытаться выдавать такие результаты. Ну, просто потому что, то есть, таргет, который у вас есть, что такое хорошо, что такое плохо, сформирован людьми, у которых, как бы, особое представление прекрасно. Вот. Поэтому, да, такая, как бы, проблема есть. Вот. Плюс нужно понимать такую вещь, что асессоры, когда работают, они сами запросы не задают. То есть каждому асессору на оценку приходит пара запрос-документ уже вот просто из лога запросов. То есть какой-то человек, типа, спрашивал такой-то запрос, ему были показаны такие результаты, вот, хорошие эти результаты или нет. И вот, соответственно, асессор, вот он сидит, ему открывается интерфейс, ему открывается страница, и показывается там, значит, запрос, по которому нужно эту страницу оценить. Вот. Если человек не понимает смысла запроса, ну, опять же, то есть, допустим, это какая-то домохозяйка, которая там смотрит сериалы, а ей там пришел запрос, там, не знаю, New Deep Learning Papers, там, 2017, короче. Но вот как она оценит, там, хорошая страничка, ну, там, или хорошая статья по этому запросу или нет, если она не является специалистом, если она, там, не знает вообще, о чем идет речь, и, там, допустим, не понимает по этим, по-буржуйски. Вот. То есть. Если там совсем не было, то есть там, если вообще на какой-то левый сайт или вверху, какой-нибудь. Какой-нибудь. Arxiv, например, да? Да. Вообще не про то. Да, ну, то есть, как бы, очевидно, нужно такие кейсы отсеивать, и более того, то есть у асессоров специально есть кнопка в интерфейсе, что, типа, ну, отказ от оценки. То есть если человек понимает, что он, типа, не в состоянии сам оценить этот запрос, то есть он не понимает его смысл или он на каком-то языке, которым он не владеет, соответственно, он должен, как бы, от такой оценки отказаться, вот. Потому что если, ну, то есть его спалят на таком, что он, ну, просто на рандоме, там, что-то поставил куда-то, то тогда, соответственно, там, ну, будут какие-то санкции применены. Плюс, что еще очень важно упомянуть, то, что поиск делается на самом деле, в общем случае, как бы, не для пользователей, а в терминах некоторой инструкции. Инструкция — это, как бы, такой набор правил каких-то кем-то составленными, ну, кем-то составленный, который на самом деле в общем случае может не иметь, как бы, напрямую отношения к релевантности документов для пользователей. Ну, опять же, ну, то есть вот тот же самый, не знаю, там, банальный пример школьницы. Вот если смотреть по кликам, как бы, все понимают, куда большинство людей там кликают, и все понимают, что там надо показывать. Или там, например, классический запрос каштанка. Ну, мне вот до курса по поиску ничего, кроме рассказать, его в голову не пришло. Вот видите, Ром, вы теперь просвещены, короче. Вот, поэтому, соответственно, есть какие-то правила, да, которыми мы руководствуемся, и даже несмотря на какие-то вот там, то есть то, что мы видим из пользовательского поведения, то, что, соответственно, вроде как, то есть наша задача удовлетворять пользователя во всех самых страшных желаниях, в общем, даже несмотря на это, то есть мы должны в инструкции какие-то кейсы прописывать, то есть мы должны для себя указывать, что есть хорошо, что есть плохо, соответственно. И, то есть нужно понимать, что вот то, как мы это укажем, то в конечном итоге и будет являться там, как бы истиной того, какой хороший поиск мы хотим у себя иметь. То есть что мы вообще подразумеваем под термином «хороший поиск». Вот, ну, то есть все результаты, на самом деле, которые получаются, они получаются во многом от того, насколько вот качественно и проработана у вас инструкция, и насколько, как бы, хорошо вы умеете дрессировать эксперта. То есть потому что нужно понимать, что эксперты, они еще как бы люди, и они в общем случае как бы еще косячат. Ну вот, про это мы сейчас тоже еще поговорим. То есть у нас сейчас будет про шумные данные, как бы слайдик. Ну вот в терминах еще одной проблемы. В терминах положительной обратной связи. Вот смотрите, какая есть нехорошая история. Поведенческие факторы. Во-первых, то есть поведенческие факторы, они, во-первых, накручиваются всякими SEO-оптимизаторами, и это приводит, конечно, к их зашумлению. Во-вторых, ну, то есть это приводит к тому, что надо, как бы, эти поведенческие факторы, как бы, очищать. То есть есть такие специальные штуки, которые называются антифрод, которые призваны удалять всякие накрученные клики. То есть отделять, как бы, людей от роботов, и, соответственно, все, что там накликали роботы, это все выбрасывает. Плюс сами поведенческие факторы, то есть их нужно ограничивать в основном частотными запросами. С чем это связано? Это связано с тем, что один клик по какому-то редкому запросу в общем случае вам ни разу не говорит о том, что хороший документ или нет. Ну, потому что человек может, ну, точнее, скажем так, человек будет все равно кликать в то, что вы ему показываете. Вот он ожидает, как бы, то, что у вас на первых результатах, там, по его запросу будет, там, типа, хорошая выдача. То есть он, соответственно, может даже, как бы, особо не вчитываться в то, что у вас там показано. Он может, там, не знаю, просто кликнуть в первый результат или, там, в первые два результата может кликнуть. Вот. То, что это на самом деле хорошие результаты, об этом нельзя сказать вообще, ну, никак. Выводы можно делать только при наличии какой-то значительной статистики по запросу. То есть если у вас есть достаточно много статистики, то есть вы видите, что, да, достаточно много людей действительно в этот документ кликают по этому запросу, вы можете с какой-то долей уверенности говорить, что этот документ хороший. Во всех остальных случаях, как бы, скорее нельзя делать каких-то выводов непосредственно. Вот. Про SEOшников вообще отдельная история. То есть все же знают, да, что вот эти, там, есть люди, которые пытаются, соответственно, продвигать какие-то сайтики в интернетах, говорят там, ну, проводят там всякие рекламные кампании, говорят, что вот мы вам там ваш сайт продвинем в любой поисковик, ну, и все такое, в общем, в этом духе. В топ там будете показываться, у вас там трафика будет дофига. Ну, то есть когда разработчик поисковой системы про это все слышит, он, он, конечно, такие, скажем так, фразы у него вызывают скорее улыбку, чем он действительно в это верит. Ну, потому что когда ты вроде как понимаешь, как это все работает, и когда какие-то сторонние люди говорят, что, типа, мы там, любой сайт можем там по какому-то запросу продвинуть в топ, ну, скорее всего, как бы люди пытаются просто, ну, условно говоря, на каком-то обмане, там, сделать себе деньги, ну, и фактически никак не гарантируя результата, просто, соответственно, имитировать какую-то бурную деятельность, при этом не, ну, никакого результата в итоге не добившись. Потому что, ну, очевидно, что там, не знаю, по запросу, по запросу ВК там, не знаю, на первую позицию там в поисковых системах стать нельзя. То есть, ну, как-то… нельзя просто. Вот. При этом на самом деле все-таки они, скажем так, могут своими действиями влиять на какие-то, ну, достаточно такие неплохие сигналы. В частности, есть такие биржи ссылок, где, соответственно, люди занимаются тем, что на всяких сайтиках закупают ссылки, ну, для того, чтобы эти сайтики ставили, как бы, ссылки на тот сайт. Тем самым пытаясь, как бы, накрутить вот этот вот самый линковый сигнал, там всякие пейджеранки там и все вокруг этого. То есть, и из-за этого на самом деле они вот этими своими действиями, как бы, портят на самом деле оригинальный хороший сигнал, который там, соответственно, исходно был. То есть, словно говоря, когда они для нерелевантных документов начинают, соответственно, навешивать всякие ссылки, то есть, потом, когда машинное обучение работает, оно смотрит, насколько, условно говоря, вот этот сигнал помогает предсказывать асессорскую оценку. Если, соответственно, этот сигнал, как бы, помимо хороших кейсов еще встречается в плохих кейсах, то в итоге, как бы, ну, то есть, мы понимаем, что, условно говоря, данный сигнал, он, там, начинает приносить больше вреда, чем польза. И поэтому, то есть, начиная с некоторого момента, например, там, ссылки в интернете, они типа стали вообще ни разу не торт. То есть, есть, как бы, источники ссылок, которым стоит доверять. Ну, например, та же Википедия, да? То есть, википедийные ссылки, там, можно использовать, там, достаточно, достаточно свободно. А вот то, что касается, там, вот, ссылок в среднем, там, конечно, трэш-угар, и в общем случае, оно, оно уже того не стоит. То есть, и это как раз вот влияние SEO-оптимизаторов, там, и их попыток, там, что-то там где-то накрутить и заработать денег. Вот. Шумные данные. То есть, поскольку асессоры люди, они, как бы, склонны ошибаться. В чем ошибаются? Они достаточно часто и, в общем случае, достаточно много. Даже иногда достаточно сильно. Ну, то есть, в частности, они могут ошибаться, там, типа, даже по таким запросам, как ВК, там, с результатом ВК.com. То есть, у нас неоднократно были президенты, что встречается обязательно, там, не знаю, раз на деле какой-нибудь асессор, который оценит, там, ВК.com, значит, не на пятерку, а на что-нибудь другое. Ну, это, конечно, связано с тем, что там асессоры постоянно меняются, там, у них текучка кадров сильная. Вот. То есть, понятно дело, что если человек один раз на эти грабли наступил, скорее всего, если он адекватный, второй раз он уже на эти грабли не наступит. Вот. Но, тем не менее, как бы, по крайней мере, когда новые какие-то асессоры приходят, они с этой проблемой сталкиваются. Вот. Если, например, взять и перепроверить асессорские оценки и посмотреть, насколько вообще, в принципе, можно доверять тому, когда асессор поставил ту или иную оценку, насколько это действительно правда. Тут вот как раз представлена такая сводная табличка. То есть, если асессор поставил там оценку, например, там, пятерка, да, с какой вероятностью это действительно пятерка? Ну, вот видно, что это, типа, вероятность 0,83. То есть, 83% — это действительно правда того, что обязательная страница — это действительно пятерка, как бы действительно обязательная страница, а не ошибка асессора. Ну и, соответственно, можно посмотреть, насколько вообще эти вероятности велики. То есть видно, что по точному ответу, например, то есть по оценке четверка, все вообще очень плохо. То есть там 32% всего совпадения. Отсюда как бы вывод такой, что когда вы, соответственно, даете асессорам что-либо на оценку, то есть нужно всегда это перепроверять. Так или иначе, соответственно, у вас должен быть какой-то контроль качества асессорских оценок, потому что асессоры вам формируют таргет, на котором вы обучаетесь. Если они там, соответственно, ошибаются, это в итоге приведет к тому, что, ну, как бы ошибки будут в вашем поиске. Поэтому, соответственно, нужно с этой ситуацией бороться. Ну, как бы можно с одной стороны пытаться непосредственно перепроверять эти асессорские оценки и ошибки исправлять. Можно, соответственно, дополнительно каким-то образом попытаться учесть асессорские оценки при построении модели. Вот я думаю, в следующий раз мы еще рассмотрим один из способов, один из алгоритмов, как это можно делать. Как учитывать асессорские оценки при построении модели. Так, это то, что касалось основного содержания про learning to rank на сегодня. То есть это про point-wise подходы, про pair-wise подходы и про основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться на практике. При попытке запилить свой собственный learning to rank с blackjack'ом там и всем остальным. Вопросы какие-то есть по этой части? Что-то осталось непонятно? То есть, соответственно, вот по вот этой первой части у вас будет домашнее задание в виде конкурса, на котором надо будет лямбда-ранг заимплементить. То есть его можно заимплементить будет либо в виде деревьях, либо в виде нейросети. То есть на самом деле вы и то, и то уже писать умеете. Все отличие заключается в том, что у вас другая лос-функция, ну то есть другой антиградиент. По большому счету ничего сложного нет. Вопросов нету. Ну тогда давайте дальше идем. Значит, вторая, ну точнее, как, второй частью ее сложно назвать, тут скорее остаток лекций, будет посвящен тому, как же можно, собственно, собирать обучающее множество для задачи learning to rank. То есть поговорим сейчас про актив learning для задачи ранжирования. Да, вообще нужно как бы тут сказать несколько таких мотивирующих фраз, что на самом деле для задачи машинного обучения ранжированию, вообще мы первые в России, кто занялся как бы актив learning. То есть никто вообще до нас в России, по-моему, актив learning не занимался. То есть это как бы фишка нашего поиска. То есть если там, я не знаю, Яндекс для себя пропагандировал, что у них там типа MatrixNet, все дела, короче, вот, то у нас как бы две такие особенности, про которые мы рассказывали про свой поиск, это значит, сом-карты и актив learning. Ну и, собственно, сейчас мы про это будем говорить. Значит, какая у нас мотивация? Ну, в принципе, мы с вами уже на курсе машинного обучения про актив learning говорили. То, что вообще говоря, поиск, он в общем случае состоит из большого количества компонент, который использует машинное обучение с учителем внутри себя. Соответственно, для каждого из этих компонент нужно какое-то свое обучающее множество, то есть какие-то свои размеченные примеры. Эти размеченные примеры можно взять, соответственно, от асессоров. Асессорам надо платить деньги, асессоры как бы медленно работают, асессоры как бы работать тоже как бы не очень хотят. В общем, сплошные недостатки с этими асессорами. Вот. И вообще говоря, помимо всего прочего, для того, чтобы нам получать модели как бы высокого качества, нам нужны еще большие как бы обучающие выборки. Но с большими обучающими выборками есть проблема, то что нам приходится как бы на этом всем долго обучаться еще. То есть мы мало того, что их там долго собираем, потом нам приходится их еще долго переваривать, для того, чтобы построить все эти модели. И в общем случае наше желание какое? Чтобы мы как можно быстрее могли получать обучающие выборки, и чтобы эти обучающие выборки были как можно более компактными, соответственно, чтобы нам было проще анализировать данные, быстро проводить эксперименты, ну и соответственно, чтобы вся выборка у нас была, ну как бы стоила дешево, чтобы мы не тратили на это как бы много денег, много ресурсов поиска. Вот. Значит, с чего мы как бы начинали в свое время, когда занимались задачей, ну точнее вопросом, как же собрать обучающие множество для машинного обучения и ранжирования. То есть, потому что проблемы, ну с которыми приходилось сталкиваться на практике, вот я вам только что описал, соответственно, наибольшее как бы, наибольшее влияние, которое вот мы на тот момент наблюдали, которое оказывало вклад на качество поиска, оно в основном как раз зависело от датасета. То есть было видно, что типа обучился на одном датасете, у тебя типа скорд, ну условно говоря, какашка, пообучился на другом датасете, у тебя там скорд, типа там, ну не знаю, насколько-то процентов лучше. Ну то есть было очевидно, что берешь другой датасет, у тебя там типа все становится лучше, круто. То есть ничего вроде как бы делать не надо, то есть фичи не надо пилить, а соответственно алгоритм у тебя уже есть, ну типа выбери правильное подможество точек, будешь шоколаде вопрос как это сделать ну и к сожалению конечно вопрос оказался ни разу не праздную в общем случае вот но давайте я что называется вам расскажу скажем так легенду это в каком ключе мы думали над этой задачей как мы вообще ее решали то есть это в общем случае не будет сейчас непосредственно каким-то обзором литературу на эту тему это скорее будет рассказом про то как вот мы в свое время над этой задачей думали и к чему вот мы пришли для себя и что в итоге как бы в принципе работает значит одна из проблем с которых мы начинали думать это соответственно то что вот мы понимали да что мы учимся на топе то что у нас в общем случае распределение как бы хороших плохих примеров она ни разу не сбалансирована то есть очевидно что очень многие кейсы мы в общем случае не покрывали которые на ранжирование приходят и соответственно одна из первых задач как бы ну и одна из первых людей возникла что будет если мы соответственно для того чтобы как-то разнообразить наше обучающее множество будем пытаться вот из тех регионов в которых у нас в которых мы видим что у нас мало примеров из нашего обучающего множество будем соответственно добавлять как бы дополнительные примеры из тех примеров которые приходят к нам на ранжирование для этого мы соответственно использовали по поводу замечательный инструмент я конечно скажу ну скажем так инструмент который называется самоорганизующиеся карты но про них вам уже все рассказывали все все про него знаете что на этой картинке как бы изображено вот это условно говоря так выглядел наш датасет где-то в одиннадцатом году поисковый соответственно вот тут есть какая-то разметка типа какие документы вот цветом показана как бы релевантность то есть видно да что на самом деле вот даже на уровне фич в принципе все в целом как бы кластеризуется неплохо то есть вот в этом углу есть оценки которые вот навигационные то есть это вот те самые типа в каком по запросу века то есть пятерки дальше вот этот фиолетовый цвет это соответственно четверки вот дальше желтые типа тройки зеленые двойки синий типа единички и ну и красным цветом обозначены там типа 400 4 который в общем случае асессор там типа оценить не может вот он типа ставит оценку 0 для таких примеров ну и собственно видно да что вот этот угол это там типа угол с хорошими документами вот это угол условно говоря там типа с плохими документами вот дальше соответственно возникает вопрос вот у нас есть как бы кластеризация нашего обучающего множество что мы соответственно можем с ней делать как мы ее можем использовать для того чтобы каким-то образом улучшить наш датасет ну значит первое на на какую тему мы думали это типа и серии давайте мы возьмем какие-то регионы с низкой плотностью данных ну то есть вот у нас соответственно что получается вот вот этот зеленый регион это соответственно регион с высокой плотностью то есть там где у нас точек много и он как раз соответствует хорошим примером то есть тем примером который мы показываем в топе вот и соответственно есть регион как бы с низкой плотностью вот этот вот то есть белое это вообще как бы там нет нифига пример вот синие это соответственно там типа с низкой плотности вот и как бы идея заключалась в том что давайте мы из регионов вот с низкой плотностью где у нас мало примеров возьмем из поиска как бы точек на майне которые будут мапиться вот в эти самые как бы точки ну вот в эти самые кластера в которых как раз мало примеров то есть в регионах низкой плотность ну типа почему нет тем образом мы соответственно некоторым образом так сбалансирует наш датасет то есть в некотором смысле занизим приорную вероятность того что наш документ хороший ну потому что по факту получалось что вероятность того что документ хороший у нас получалось типа сильно завышенной за счет такого дисбаланса в датасете за счет обучения на топе нет ну и сам алгоритм который вот в простейшем виде имеет вот такую конструкцию он крайне тривиально то есть мы считаем по всей самоорганизующейся карте среднюю плотность каждого кластера ну точнее по самоорганизующиеся карте считаем среднюю плотность а дальше идем типа для каждого кластера для каждой ячейки смотрим если типа у нас там количество примеров а типа больше чем средняя плотность тогда мы условно говоря этот кластер приезжаем если соответственно наоборот у нас плотность кластера меньше чем средняя плотность тогда мы ищем примеры из нашего поиска и добрасываем их ну точнее отдаем асессорам на оценку и добрасываем их наше обучающее множество ну то есть таким образом вот как бы в среднем сглаживаем вот эти вот соответственно пике и впадины нашего распределения делаем чтобы плюс минус у нас и хороших и плохих примеров там было как бы ну сбалансировано ну и вот наши как бы первые эксперименты которые получились типа мы таким образом снизили размерность на ну количество точек в нашем дата сети типа на 18 процентов и как бы итоговая 10g которая давала наша модель она типа выросла ну там выросла условно граф во втором знаке после запятой но она как бы выросла и там какую-то достаточно жирную часть данных мы смогли выбросить и дата сет что в общем случае как бы позволило там быстрее учить модельки там и так далее в общем какая-то движуха пошла то есть какие-то стало видно что в принципе в этот в этом направлении можно думать как бы можно копать вот дальше соответственно актив learning значит в каком ключе мы думали в плане актив learning вот этот слайд мы с вами уже видели на курсе по дата майнингу на лекции про активное обучение это алгоритм query by begging который предполагает соответственно что мы делаем т разных алгоритмов по разным подмножеством данных дальше соответственно смотрим на то как каждый из наших те алгоритмов предсказывает новую неразмеченную точку если у нас соответственно в среднем предсказание там нулевого класса и первого класса плюс-минус совпадает то мы считаем что наш алгоритм в такой точке не уверен и мы соответственно и и как бы отдаем асессору и добавляем наши обучающие множество окей теперь соответственно вот зная вот этот алгоритм для задачи классификации каким образом нам для задачи ранжирования его прикрутить кто понимает сегодня вроде было я понял да то есть но это вы на самом деле рассказываете как эту штуку прикрутить для задачи регрессии да а для задачи ранжирования это прикрутить на самом деле так тоже можно ну то есть если мы задачу ранжирования сводим задачи регрессии так тоже делать можно короче но просто непосредственно для задачи ранжирования как мы можем сделать как-то свести но может сводили сегодня задачу ранжирования к задачи классификации вот прям вот этот алгоритм же можно его прям взять и применить как для классификации только чего первая подход но только вместо какой-то конкретной точки мы можем рассматривать именно пары точек ну и смотреть типа вот мы берем какую-то конкретную пару точек смотрим как у нас эту пару точек ранжирует там типа модели если там ты пополам модели говорят что надо сначала типа ставить и ты документы потом житые друг другие ты пополам алгоритмов говорят что сначала житые потом и ты ну соответственно такую пару точек нам имеет смысл конечно брать в обучающие множество то есть все крайне тривиально все крайне просто то есть взяли просто перенесли непосредственно окей теперь соответственно вот давайте попробуем каким-то образом понять а с чего нам стартануть наш процесс активного обучения ну потому что вот сейчас у нас что получилось вот у нас есть как бы процедура активного обучения которое говорит нам про то что типа давайте вот метод query by begging применять для пар документов по запросу но для того чтобы запустить нужно счет начать должна быть какая-то типа первая итерация какое-то вот изначальное изначальное множество точек обучающих должно быть откуда их взять это безусловно да ну то есть запросы у нас типа есть но откуда взять документы по этим запросам это это да но смотрите вот мышка с вами когда говорили про активное обучение мы с вами говорили помните там в конце лекции было значит алгоритм который как бы искал трейдов между активным обучением и exploration то есть словно говоря активное обучение но в основном чем занимается она в основном занимается тем что мы пытаемся выбрать набор точек которые нам будет порождать вот ту самую оптимальную разделяющую границу между там условно говоря хорошими примерами и плохими документ ну и плохими примерами но условно говоря если мы будем упорываться только на этой границе мы можем как бы не посмотреть другие кейсы которые есть реально то есть другие точки распределения которые могут тоже между собой формировать какие-то разделяющие границы вот и соответственно что здесь предполагается здесь предполагается на самом деле сделать хитрую штуку здесь вот предполагается что мы вот этот изначальный exploration то есть как бы все возможное как бы все наше пространство признаков с которыми нам приходится придется работать соответственно как-то изначально покрыть то есть предполагается что делать какую процедуру предполагается соответственно взять как бы документы из нашего поиска причем не только те документы которые типа показываются но и те документы которые не показываются дальше все это делала кластеризовать построить кластеризацию к стризации мы можем сделать в этом супер власть а дальше соответственно чем заниматься дальше мы будем выбирать запросы которые соответственно будут покрывать максимально ну как бы накрывать нашу самоорганизующую карту таким образом чтобы покрыть максимально много ячеек этой самоорганизующейся карты то есть мы на первом шаге выбираем запрос который покрывает максимально много ячеек дальше на втором шаге выбираем следующий запрос который покрывает максимальное количество из еще не покрытых ячеек и так далее ну и типа набираем так n запросов условно говоря таким образом чтобы максимально как бы вот нашу самоорганизующую карту покрыть вот то есть таким образом мы получим вот этот изначальный exploration то есть выборов всевозможные как бы различные по фичам документы которые у нас в поиске встречаются а дальше соответственно предполагается запускать итерации как раз алгоритма кубек вместе с некоторые в листикой опять же которая идет из кластеризации то есть смотрите в чем в чем заключается идея где заключается в следующем мы в самом начале имеют это наше построенное обучающее множество точнее как вот это и не слизи но обучающие множество с которого мы начнем итерации кубега соответственно вот запустив такие итерации и выборов пары для которых мы увидим что наш 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 набор те алгоритмов дает как бы неуверенность того как в какой последовательности эти пары надо ранжировать соответственно для таких пар мы будем еще дополнительно проверять в каком кластере они находятся зачем это сделано для того чтобы на самом деле отбирать только те пары которые на самом деле разные по фичам но что какая есть проблема но вот представьте себе что вы допустим обучили те алгоритмов кубега дальше соответственно идете и смотрите на пару которая которую этот алгоритм отбирает вот соответственно увидеть две точки ну там документ d1 d2 представим себе что эти документ d1 d2 он лежит типа в одном кластере значит что они типа похожи по фичам ну то есть допустим допустим это какой пример может быть это может быть пример типа из серии вот у нас есть запрос вк есть типа страница в каком и страница типа вконтакте ru и вот типа до кубек говорит ну типа я вот не уверен как мне эти документы поранжировать сначала поставить в как в каком на первую позицию или сначала поставить в контакте ru на первую позицию проблема это для нас нет это для нас не проблема нам пофигу в какой последовательности поставить в контакте ru и вы каком вот и фишка как раз дополнительные ивристики заключается в том что давайте мы в первую очередь будем добавлять не только те пары которые как бы вот именно кубек выбрал нам в качестве как бы примеров которых мы не уверены но дополнительно мы будем эти факторы еще фильтровать потому в каких кластерах они лежат типа если они лежат в кластерах которые находятся далеко друг от друга тогда мы такие пары хотим брать с большей как бы с большей значимостью с большим интересом чем те пары которые лежат в одном кластере вот такая вот логика то есть мы как бы комбинируем одновременно кубек вместе с кластеризацией для того чтобы пытаться примеры брать из разных кластеров для того чтобы именно получать границу разделяющую между двумя натуральными классами они просто как бы пытаться соответственно внутри какого-то кластера может быть плотного каким-то образом там разделить примеры которые там типа похожи потому что если примеры похожи на самом деле то скорее всего у нас там есть другая проблема у нас есть проблема с тем что эти примеры они не разделяются по фичам нет фичей дискриминатора которая позволила бы одно другого отличить поэтому нам как бы пытаться такие такими парами наполнять наши обучающего множество смысла нет то есть мы профита никакого не получим а обучающие множество раздуем вот ну и соответственно как это работает вот условно говоря на таком на модельном датасете который вот яндекс 2009 году типа выкладывал на свой конкурс интернет математике вот давайте посмотрим на графики чего на этих графиках изображено на этих графиках изображено сравнение того типа как работают разные алгоритмы пополнения обучающего множества и какой скор условно говоря в зависимости от количества примеров они убивают ну типа скор 10g и соответственно количество примеров которые получаются значит красным цветом это рандом типа что будет если мы точки будем типа докидывает рандомно просто то есть видно что он условно говоря идет почти хуже всех черным цветом обозначен просто кубек то есть это алгоритм который просто предполагает то что вот мы будем брать те пары документов которых мы в ранжировании которых мы наименем менее всего уверены то есть видно да что типа поначалу он в принципе идет чуть лучше чем рандом но в целом вот тут как бы он плюс-минус такой же ну то есть как бы наверно профит есть но не так чтобы особо там крутой зеленый график вот этот зеленый график который видно что идет лучше чем и кубек и рандом это соответственно как раз вот тут алгоритм который который был на предыдущем слайде который клюб кубек плюсом с вот этим вот с вот этой логикой изначального построения обучающего множества когда через кластеризацию вот ну и тут видно что на самом деле мы стартуем как бы с более высокого уровня и идем в целом как бы но то есть выше чем обычный обычный рандом и обычный кубек вот эта же штука она вообще как бы крайне интересно это типа что будет если мы вместо вот этого расстояния по кластерам будем использовать непосредственно релевантность то есть понятно дело что в реальной жизни у нас никакой релевантности нету но мы и мы такой график как бы построить не можем но если представить просто что у нас релевантность есть и выбирать примеры по расстоянию в этих кластерах но точнее не просто не между кластерами в сам карте а по разнице между релевантностями то мы получим как бы вообще самый самый крутой график и видно что он на самом деле даже ну как бы превосходит на каком-то подможестве точек там что-то в районе 20000 он дает скорка бы выше чем условно говоря при полном дата сайте штука прикольная и в некотором смысле как бы как можно рассматривать зеленый график зеленый график можно рассматривать в некотором смысле как аппроксимацию вот этого самого графика в том смысле что мы пытаемся вот эту самую релевантность аппроксимировать через кластеризацию через расстояние кластеров сам карте то есть условно говоря вот если мы видим вот эту вот картину вот эту картину мы видим и мы знаем что точки которые соответственно находятся в одном в одном грубе углу самоорганизующие карты они в целом как бы ну в среднем как бы хорошие в другом углу самоорганизующиеся карты они типа в среднем плохие то расстояние как будут между этими углами она типа большое если соответственно у нас кластера находится близко ну то есть условно говоря вот там берем вот этот кластер какой-нибудь и вот этот кластер уберем то есть мы такие точки хотим брать как бы с меньшей с меньшей вероятностью несмотря на то что но условно говоря они даже то есть там видно что цвет у них может быть разным то есть примеры которые попадают вот в этот кластер они могут там иметь другую оценку более низкую но условно говоря как бы мы пытаемся самоорганизующуюся карту в данном случае использовать как аппроксимацию ассессорской оценки то есть мы говорим что типа если у нас точки находятся в кластерах которые находятся далеко друг от друга на этой самоорганизующейся карты то скорее всего у них будут сильно разные ассессорские оценки в среднем если соответственно не находятся близко на самоорганизующейся карты то ассессорские оценки у них будут похожи ну то есть вот вот такая логика такая аппроксимация вот и ну то есть в итоге она позволяет давать вот такое вот качество то есть видно что она конечно не не эквивалентно ассессорскому то есть если по ассессором добавлять то все как бы вообще очень круто будет но на практике то есть вы можете соответственно построить вот такую аппроксимацию через кластеризацию и выбирать точки соответственно в соответствии с расстояниями по кластерам типа это тоже будет работать это будет работать лучше чем вот какие-то обычные простые стратегии типа кубега рандома типа как-то так то есть такие рассуждения как бы у нас в свое время были в двенадцатом году на тему того как как можно актив лернить типа для задач аранжирования но собственно это все